Всем привет! Добро пожаловать на канал Невроза Мегаполиса. Я недавно провел свое седьмое занятие пятого сезона, и по многочисленным просьбам, которые вы увидите, и по моему личному мнению, я считаю, что это занятие должно увидеть как можно больше людей. Моей основной задачей за последние 7-8 лет, может быть больше, является помогать вам находить причины и поводы ваших невротических расстройств. Это занятие, конечно, не для тех, кто убежден, что у них что-то с организмом, не для тех, кто убежден, что у них ВСД. Это занятие для тех, кто уже много что понимает и ищет ответ на вопросы, а что же с ним такое происходит, что является причиной его состояния. Если вы посмотрите это занятие полностью, от начала до конца, и будете не просто смотреть это с попкорном, а проявите всю ответственность и внимание, возможно, на этом ваша терапия будет закончена. Или во всяком случае достанет переломный момент из вашего непонятия, из вашего незнания в то, что действительно необходимо делать. На этом занятии вы увидите и алгоритмы, и настоящие причины всех невротических расстройств на планете. Я дарю вам этот седьмой урок в свободном доступе. Желаю вам здоровья, стойкости и понимания того, о чём я буду сегодня говорить. Посмотрите до конца. Спасибо. Глубоко, что ли? Хорошо, но не глубоко. А второй раз вообще хорошо. Итак, всем привет, добро пожаловать на седьмое занятие пятого сезона. Мы сегодня занимаемся практикой когнитивного ответа. Будем учиться диспуту, исходя из нашей схемы. Сегодня же мы будем разбирать те сферы жизни, в которых в основном три наших основных невроза в миксовой форме или ещё в какой-либо, и формируются. Вы сегодня узнаете ту правду, от которой отворачиваются большинство наших клиентов, от которой отворачиваются в сторону симптоматики, потому что за вегетососудистой дистонии кроются очень простые вещи. Самые простые вещи, ничего там нет такого мистического, какого-то выдающегося, какого-то там сложного. Знаете, есть такой термин в интернете – копание. Я там пару раз слышал, видел. Я как человек сам, сталкивающийся, столкнувшимся там в каком-то шестом году со своей проблемой, потом занимаясь с первым психоаналитиком, потом занимаясь со вторым психоаналитиком, потом занимаясь с коммертиной терапией, вообще не понял, что вы там копаете. Всё очень на поверхности. Это вопрос только мотивационной составляющей. Ну и к некоторому такому… Ну к некой инертности вашей эрудиции, что ли. Вопрос доверия. Да, вот я, например, в большей степени проникся доверием своим кардиологам, когда они сказали, что сердцем всё хорошо. Но я понимал, что я приехал в Бакулевский кардиоцентр. Но не могут кардиологи Бакулевского кардиоцентра при той информативной нагрузке, которую мы делали, что-то упустить такое явное. Да, но уровень недоверия, опять же, кстати говоря, он тоже формируется на таком базовом этапе детском, да, по поводу «А вдруг всё-таки нет? А вдруг всё-таки нет?» Потому что многие клиенты доверяют хорошим кардиологам. И говорят, если мой кардиолог сказал, значит, так и есть. Зачем мне сомневаться? Значит, и дальше начинает. Значит, что-то с нервами. И пошёл дальше искать. Вот так я в своё время делал. Если кардиолог Бакулевского кардиоцентра сказал, всё хорошо, сердце, значит, что-то другое. И дальше ты идёшь уже степ-бай-степ, как говорится. Есть пациенты, которые просто уперлись рогом. Нет, а вдруг всё-таки? А вдруг всё-таки? И у них 33-й врач, и никак они не могут понять, что, слушайте, ну, сколько можно. И тут возникают другие вопросы. А зачем тебе надо верить в это? Ну, сейчас не об этом. Итак, значит, сначала мы пройдёмся по алгоритму, чтобы ещё раз все наши зрители понимали, что тут происходит вообще. А уже затем мы будем сегодня отрабатывать... Пожалуйста, откройте ваши тетради. Прибавить звук. Сейчас. Пожалуйста, откройте ваши рабочие тетради, которые вы записывали ситуации, в которых вы, может быть, прописывали. Может быть, вы сами вели диспут, да, пытаясь оттормаживать себя, зная, что это нелегко на первых этапах. Потребуются ваши ситуации, потребуются ваши автоматические мысли, но чуть позже. Итак, план занятий у нас сегодня с вами такой. Сначала я пробегаюсь по алгоритму, чтобы не мешалось у вас ничего в голове. Что делает степ-бай-степ? Запишите, пожалуйста, этот алгоритм для повторения. Мы уже об этом говорили, но надо это повторять. Затем мы будем отрабатывать... Помните, я вот в прошлый раз много начитывал вам рациональный ответ, да, чтобы вы имели пример такой, интеракционный пример, да. Сегодня мы будем этим много заниматься. Каждый диспут я буду обсуждать, и как это выглядит, потому что вы это будете слушать, вы это будете слушать, вы это будете запоминать. Мы говорили в прошлом занятии или в позапрошлом про дипломатию и про невыносимый дискомфорт, а сегодня мы об этом ещё поговорим. Дальше мы с вами перейдём к конкретным сферам, в которых на самом деле и нужно, на которые и нужно будет вам обращать внимание, непосредственно преломляя туда своё внимание, а не на то, какой у вас сегодня цвет обкал, или насколько у вас сегодня ритм сердца повышен относительно 110. То есть, если всё ещё кто-то ходит, нюхает свои какашки, рассматривает цвет мочи и её запах, проверяет пульс и давление, вы, к сожалению, уходите вообще не в ту сторону. Вы можете унюхаться своего дерьма сколько вам угодно по этому поводу, ничего вы там сильно нового не найдёте. А если найдёте, то флаг вам в руки, барабан на шею. Поэтому сегодня мы будем говорить о конкретных сферах. Вот этим я и хотел сегодня заняться. Большой план работы. Следующее занятие мы занимаемся также практикой, но мы туда подключаем гештальт-интеграцию и аналитическую интеграцию, и внутренние конфликты. Ну и потом у нас два занятия. Мы практикуем разные сферы с разными кейсами. Я начитываю вам кейсы и в разных вариациях, скажем так, и по ипохондрии, и по социофобии, и по УКР, и по истерии, и по неврастении, и по личностным расстройствам. И так или иначе, какой-то кейс будет для вас близок. Сегодня вы узнаете сферы. В общем, на самом деле, я думаю, что нет у человека, кейс которого мы так или иначе около не разберём. Я вчера отказался от ритуалов, поздно, конечно, но всё же. Поздравляю, молодец. Лучше поздно, чем никогда. Они ничего не решают в твоей жизни абсолютно. Это просто привычка сбрасывать напряжение. Делаешь ты ритуал, ничего не меняется. Не делаешь ты ритуал, ничего не меняется. Кроме твоего страха, что что-то поменяется. Не сделай ритуал, увидь, что ничего не поменялось. Сделай его много раз, увидь, что ничего не поменяется. Это просто внутренняя такая привычка, которая заставляет тебя успокаиваться. Это то же самое, что ты можешь пойти подрочить, и ты так же успокоишься. Ну, тут уж как бы каждый сам решает, да? Но чтобы ты просто понимал, что в реальности от ритуалов ничего не происходит. Делаешь – ничего не происходит, не делаешь – ничего не происходит. Много делаешь – ничего не меняется, не делаешь – ничего не меняется. То есть, смысл в ритуалах, он абсолютно пустой. Единственный смысл – это физиологически себя успокоить. Если я сделал 33 раза, значит, точно хорошо. Всё. Окей, поехали. Пишем коротенький алгоритм, только алгоритм терапии. Алгоритм. Ой, английский. Ребят, послушайте телеграм сегодняшний. Дайте мне обратную связь. Сейчас, простите, ещё отвлекусь на пару минут. Про кто телеграм? На мой телеграм, по-моему, все подписаны, да? Сегодня два аудиоподкаста вам записывал. Как вам? Потому что тема мотивации и тема дискомфорта была очень разобрана. Я вам рекомендую внимательно слушать то, что я там говорю. Потому что те мысли, которые вываливаются в телеграм, они не вываливаются даже в ютюб пароль. А если и вываливаются, то вы про них забываете, потому что ролики уходят вниз, и вы их не видите. Понятно, да? Что, в общем, кто не слушал сегодня, послушайте обязательно, будет полезно. Поехали. Алгоритм терапии. Слово алгоритм всем понятно? Отлично. Итак, пишем. Значит, первое. Прямо вот сейчас по пунктам. Что надо делать, чтобы справиться с невротическим расстройством? Сейчас пока в чате не пишите, не мешайте, пожалуйста. Что надо делать любому пациенту, который... Да везде уже ссылочки на телеграм, Леонид. Ну, не тормози, я тебя очень прошу. Мне кажется, уже ссылочками заполонен весь контакт. Уже все заполонено этими ссылочками, ты никак не увидишь. Прояви, пожалуйста, такую сложную вещь, как внимание и желание найти, а не спросить у меня, дайте ссылочку. А мозг включить и поискать ты не пробовал? Вот мне просто сейчас, я опять отвлекусь по этому поводу, я сегодня говорил в телеграме, опять же. Видите, как это... Кто сегодня телеграм слушал? Поставьте плюсик. Поняли, о чем я? Вот вам классический пример. Баннер, и это постоянно. Вот видите, как у них голова работает? Поняли, да? Вот это то, о чем я сегодня говорил с утра. Увидели, как это? Дайте ссылочку. Мозг включить не хотим. Вот вообще не хотим включить банальный мозг и зайти в контакт или на сайт. Везде эти баннеры мигают. В каждом ролике это прописано. Везде это есть. Это у нас очень тяжело, понимаете? Очень тяжелый интеллектуальный труд. Надо же подумать, зайти. Проще же ссылочку попросить. Окей, гугл. Кто такой Пушкин? Ну, ребят, ну вы хотя бы чуть-чуть включаете мозг. Ну вы же поймите, что я же не стебусь над вами, а я пытаюсь вам понять, что без работы головного мозга мы не можем заниматься терапией неврозов. Ну невозможно это. Да там везде, в последних всех роликах, в каждом ролике на ютюбе, на сайте. А, вы понимаете, везде. Поэтому я сейчас всех призываю. Терапия невроза очень зависит от вашего мозга. Но очень зависит от вашего мозга, а именно, конкретно, способности искать ответы. Слово искать ответы, а не получать. Вы это слышите? Вы понимаете разницу между искать ответы и получать ответы? Или не очень? Джиперез в жопе, я смотрю, хорошо зашло. Вы поймите, что когда вы приучаетесь получать ответы, вы никогда с неврозом не справитесь, как бы вас не загружали контентом. Молодцы. А когда вы получаете контент, вот сейчас, внимание, подождите, не пишите. Ухватываете изологическую суть и начинаете сами. Вот кто сейчас меня понимает, восклицательный знак поставьте, это очень важно. Вы посмотрели ролик 2-3, уловили, сказали, ага, и пошли дальше сами, 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 сами искать или что-то делать. И вы говорите, о, я понял, ага, вот это, опа, опа, а там вот тут, там, там, посмотреть, там вот это. А телефон, где телефон есть, точно есть сайт. Так, на сайте вот это здесь, тын-тын-тын, бам-бам, голова работает. Неврозы могут быть исцелены только тогда, когда у вас работает интеллект. Когда у вас он работает многозадачно. Там в этом ролике, в этом ролике, так, план, ага, каждый день это, упражнение такое-то, тын-тын-тын-тын-тын, бац, кластер такой совпался в голове, поняли, дальше пошли. Забыли про Красикова, ну его нахер, все, у вас все хорошо. Я занимаюсь другими людьми. А если вы все еще ждете от меня ответов, как вам мама привыкла сиську в рот сувать, блять, или еще что-нибудь в рот вам сувать привыкли, только рот, ааа, заехала, ам, ам, ам. Ну, настолько же мы примитивные-то, да? Это важно. Я буквально сегодня с утра с ребятами об этом говорил в Телеграме. Кто-то говорил, что задача психотерапевта, а заебись просто, вот это красота. Вот, давайте все-таки об этом поговорим. Смотрите, кто-то говорил, что задача психотерапевта, это вырастить психотерапевта внутри пациента. Верно. Но как ты подразумеваешь себе вырастить? Он такой лежит, пердит, сыт и срет, а терапевт вокруг него такой бегает, говорит, мы его поливаем, расти, давай расти, мы в тебе выращиваем, психотерапевт. А он такой лежит, такой, аа, что ты хуево выращиваешь как-то? Можно мне ветерка подуть, мне там ВСД, ага, а можно мне, пожалуйста, пиццу, камбургер и доктор Пеппер, пожалуйста. Так, выращиваем из меня психотерапевта. Я заплатил 4 тысячи рублей, выращивайте меня. Но вы же настолько добила, правильно? Когда мы говорим о взращивании психотерапевта внутри пациента, этими моими словами адекватный мозг и взращивается, когда он начинает думать головой. Психотерапевт внутри пациента – это человек, который думает, а не который лежит, Александра, срет и ждет, пока он взрастится. Если вы настолько примитивны, что понимаете вообще суть терапии вот так вот, меня лечат по скайпу. Нахер вы сюда пришли тогда? И еще раз всем объясняю, терапия ваших неврозов очень зависит от степени вашей способности думать. Вам дают какой-то материал, контент, вы его сами додумываете, дорабатываете, многозадачно здесь, 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 туда, завтра, сегодня, здесь, пошли, тын-тын. Так, жена, муж, ребенок, дети, кредит, ага, как здесь решить вопрос, как здесь решить вопрос. Тут я преувеличиваю, давай не парься, проработаем, тын-тын-тын. Тут у меня, кажется, это, тын-тын-тын, пац, все хорошо. А есть имбецилы, блядь, которых вот лежат, и которые вот страдают, ничего не помогает, что только не пробовала, взрастите меня. Да там нечего порой никаких нейронов, булат, расширять, понимаешь, там вот они взращиваются. Поэтому, когда мы говорим о том, что действительно задача психотерапевта помочь клиенту стать самому себе психотерапевтом, это совершенно точно. Но сам клиент должен включать мозг и разрабатывать алгоритмическое многозадачное решение вопросов. А не сидеть и просто смотреть YouTube со словами «я лючусь». Но вы же настолько примитивные. Может быть, я жестко говорю, может быть, действительно, кто-то предложил на YouTube это вырезать. Может быть, это правда вырезать на YouTube, но потому что реально я хочу вам правду сказать. Но большинство моих коллег, они немножко любят, ну вы знаете, что они любят, да? Я сторонник всё-таки правды. Мне кажется, пускай вот кто-то на меня обидится за какие-то слова, кто-то скажет, что это за странный парень, но я знаю точно, что какая-то часть запомнит это и начнёт потом это понимать. Они скажут, да, было обидно, да, было неприятно, он сказал как бы жёстко, но, блядь, он правильно сказал. Вот это очень важно, потому что вы можете обманывать себя сколько угодно. Я вам говорю честно, пока вы не начнёте думать головой алгоритмично и многозадачно, ваша терапия неврозов опричена на катастрофу. Потому что если вы не способны провести себе понимание, что если сердце на обследовании в порядке, значит проблема с психикой, это тоже проблема, раз, с интеллектом. Второе. Если вот вам даже, вы понимаете, многим людям приходится самому допирать в каких сферах, у них какие-то сложности на ощупь, пытаться что-то решить, вам всё разжевали. Сейчас я вам расскажу эти сферы, вам разжевали КПТ-концепцию, вам разжевали всё. Такое ощущение, что в вас заходит только жёсткий предмет. Мягкий предмет в вас не заходит, понимаете? Но это логично с точки зрения физики, правда же? Жёсткий предмет заходит гораздо лучше, чем мягкий предмет. Помятую, профессора Фрейда сказал красиком. Да, но тем не менее, надо понимать, что вот вам уже настолько всё размягчили. Может быть, здесь, кстати говоря, есть стратегическая ошибка, потому что настолько разжевали, что оно уже такое прям вот совсем пережёванное, что вы, говорите, что-то как-то, да, остаётся только усвоить, не усваивать. А вот когда у вас возьмёшь какой-то жёсткий предмет, скажут, я скажу вам, мы сегодня будем заниматься с вами сферами терапии. А, блядь, начните думать, суки, где эти сферы, сами. Вот это жёсткий предмет, поняли все, о чём я говорю, да? Сами начните думать, в каких сферах. Потому что сейчас я вам как бы разжую это. Но вот если бы я подошёл с другой стратегией и сказал, сами сегодня подумайте, в каких сферах жизни у вас могут кроиться напряжения. И половина людей скажет, блядь, а за что мы платили, вы чё, охерели? Это сто процентов. Я думал, он мне скажет, в чём моя проблема. Почему мне не сказали, в чём моя проблема? Мне это нравится, когда в ВКонтакте люди пишут, вообще неизвестно кто. Скажите, что со мной. Я говорю, хер его знает, что с тобой. Как это? Вы что, не психолог? Конечно, у меня вон стоит шар Калиостера, три магические свечи, я сейчас включу, побрызгаю на шарик, у меня нарисуется, что у тебя там с прабабушкой по третьему поколению. Поэтому, ребят, я вас очень призываю услышать меня в этой сфере. Начните думать сами, а не ждать готовых ответов. Ищите, пробуйте, выписывайте, придумайте варианты план А, план Б, план С. Думайте, как решить вопрос с девушкой, с мужем, с любовником, с любовницей, с деньгами, с кредитом, с страной пребывания, с работой, с отношениями внутри коллектива. Надо думать, надо думать, потому что никто, кроме вас, это не сделает. И взращивание, Саша, психотерапевта внутри вас, это научение психотерапевта, клиента думать и быть самому себе психотерапевтом. Ну, надеюсь, вы меня поняли. Пускай жёстко, но честно. Вот можете обижаться, но это правда. Пока вы не начнёте думать, пока вы не начнёте соображать, ни хрена вы будете потреблять контент и высирать его. Спасибо за внимание. Ну, а мы продолжаем. Мы говорим сегодня о алгоритме вашей терапии, чтобы не было никаких путаниц и не было никаких иллюзий, сомнений. Давайте заново, что ли, напишем алгоритм терапии. Окей. Вот последнее маленькое отступление и начнём. Вот я рассылал всем письма с копией шестого занятия. Там двоеточие после фразы «Ваша копия шестого урока», двоеточие, ссылка. Там отступ я не сделал после двоеточия. И ссылка оказалась не кликабельной. То есть, она оказалась не синей. Вы не представляете, какой гомерический ужас случился с многими членами шестого сезона. Они буквально дурниной бились головой. Им не пришла рабочая ссылка, потому что она не синенькая. И вместо того, чтобы начать думать головой, они начали ебать все возможные социальные мессенджеры. У них не синенькая ссылка. Понимаете? Это всё продолжение моего пассажа сейчас. Про то, что терапия. Как ты можешь научиться принимать решения с мужем, с работой, с кредитами. Перекредитоваться, тын-тын-тын, принимать решения, работать над ситуациями. Когда-то у тебя ссылка не синенькая. Вот, что я говорю под словом «интеллект». И под словом «думать и решать задачу». Помните фильм? Я очень люблю советские фильмы. Советские фильмы больше, чем американские. И фильм «Москва слезам не верит». Помните такой фильм прекрасный? Александра, Александра. Кстати, вот вам психоанализ действий. Александра, вспоминайте фильм «Москва слезам не верит». Когда героиня стала уже директором завода. Помните, там был такой фрагмент, когда на совещании, на селекторной связи звонят, значит, у них совещание. И там есть эпизод, где у неё какая-то проблема, в общем. Что-то не поставили, труба, какой-то цех что-то не поставил. Помните этот фрагмент? Какой-то цех чего-то там не поставил, кто-то что-то не привёз. Какая-то такая история. И там очень грамотная была фраза «в Советском даже Союзе». И она не просто в сценарии была взята. Потому что всё-таки уже в Советском Союзе это было, видимо, понятно было. Когда она услышала, что есть проблема, кто помнит, какую фразу она сказала? Вот я эту фразу запомнил на всю жизнь. Вот так у меня мозг работает. Нет, не решайте. Почти. Да. Что вы сделали для того, чтобы устранить проблему? Меня не интересует, почему нет. Что вы сделали? Что вы сделали, блядь, чтобы у вас ссылка на шестое занятие заработала? Позвонила Лисея и сказала, у меня синенький, нет, сегодня чёрненький. А подумать, скопировать, вставить, дальше больше. Скопировали, вставили, не работает. Начинается ахтунг номер два. Скопировали, вставили, не работает. Вопрос, что скопировали. Скопировали с двоеточием. Поэтому я вас очень прошу, учитесь. Я понимаю, что много можно говорить о том, что кто-то не знает вообще, что такое компьютер в 2017 году. Это всё понятно. Но это печально, грустно, но понятно. Но я хочу, чтобы вы поняли соль вот этого тезиса. Это не отступление от терапии, ребят. Согласитесь, что это прямо по терапии. Вы должны уметь учиться решать вопросы, а не просто сидеть на жопе и рыдать, что вас бросили. Вас уволили, вас бросили, у вас кредит, у вас минус 30 в месяц. У вас кто-то умер. Решайте вопрос разными способами. Понимаете? Это важно очень. Думайте алгоритмично, что можно сделать. Так, окей, ага. Я посмотрю пятое занятие. Так, в пятое, там же цепочка писем. Так, как выглядела ссылка в пятом занятии? Там же нет двоеточия. Ага, видно, что нет двоеточия. Окей. Скопировал стал. У кого-то можно спросить. Так, кого можно спросить? Люсь, слушай, посмотри там. Мам, пап, сын, дочь. Чего не работает? Почему ссылка не рабочая? Да потому что тут надо отступить, скопировать, ставить. Всё, решили вопрос. Первое, что пришло в голову, начать трезвонить. У них не синенькая ссылка. Понимаете? Вот я с Антоном сейчас соглашусь. Мне кажется, это было моё упущение. Я в шестом сезоне это очень сильно исправлю. Мне кажется, это моя ошибка. Вот помните, я говорил про мягкие и твёрдые предметы? Я вот сейчас с ним абсолютно согласен. Вы, он говорит, посмотрите, что он пишет. Он говорит, просто вы, Алексей, вначале разжёвываете всё, потом заставляете думать, а они привыкли. Я вот здесь с тобой соглашусь на 100%. Это действительно моя ошибка. Потому что мои клиенты, зрители, мои действительно привыкли, что я настолько отдаюсь объяснению, что разжёвывается всё настолько дробно и детально. И у меня, видимо, неправильная позиция, что надо всё хорошо разжевать, чтобы они поняли. И я думаю, что я допустил здесь ошибку. Потому что надо не всё разжёвывать. Надо, чтобы они сами учились жевать. Я здесь абсолютно прав, это действительно моя недоработка, и я её исправлю. Надо уметь самому дожёвывать. То есть, тебе дали часть пазла, начни собирать сам дальше. Поняли, да, модель? А я пытался, видимо, показать, как пазл в целом собирается. Они говорят, ага, ой, прикольно как. А сами-то пазл собираться не научили. Поняли? Поэтому придётся сочетать. Где-то надо разжевать, а где-то надо учить их всё-таки думать. Понимаете? Я бы не делил клиентов на умных и неумных. Хороших и нехороших, удобных и неудобных. Только конченый имбецил будет делить пациентов по своему желанию. Понимаете? Когда тебе привозят человека на хирургический стол, и у него проблема, мягко говоря, с оторванной башкой практически, после ДТП, хирург не воспринимает, кто он, пьяный, не пьяный, виноват, не виноват. Он выполняет свою работу. И психотерапия не подразумевает деление изначально, вот в целом, если ты назвался широкоформатным психотерапевтом, нельзя вот так относиться к клиентам. К тому же это показатель непрофессионализма. Профессионал работает с разной категорией граждан. Я, например, не хочу сейчас аналогию с профессионалом проводить. Мы должны работать с требовательными, с неблагодарными. Столько дерьма в мой адрес порой. Ты отдаёшься пациенту, а он тебе какашками. Ты ему отдаёшь, а он тебе какашками. Ты всё разжёвываешь, а в тебя какашками. Это нормально. И если тебя это так разрушает, что-то в эту профессию пришёл вообще, в принципе. Понимаете, да? Поэтому очень важно, что мы не можем градировать пациентов. Да, там есть механизмы самозащиты, когда лично пациент переходит на личности, когда пациент начинает оскорблять кого-то, заниматься какой-то деятельностью рекламной, или провокационной, то мы локально как-то можем этих людей блокировать и удалять. Но в целом сказать, вы знаете, короче, вы мне все не нравитесь, половина из вас полное говно. Я сейчас буду работать только с теми, кто не говно. Причём я сам буду решать, кто из вас говно, а кто из вас не говно. Как вам такой подход? Ну, просто как вам это? Нормально? Поэтому не может быть вот здесь такой градации. Это непрофессионально. Чё тогда эти люди вообще пришли в эту профессию, если не так с людьми осносятся? Что это такое? Ну, блядь, ну иди ты асфальт клади. Так, окей, поехали. Всё, пишем алгоритм терапии. Да какая разница, кто так сказал? Дело не в кто так сказал, или кто не сказал, а дело в том, что мы не можем так делать. Но не можем. Но выбор каждого, конечно. Просто с каждым разом всё больше и больше волосы поднимаются вверх, это называется. Пишем первое. Значит, напоминалочка. Ребята, поехали. Смотрите, первое – это образование материалами. Вот это важно. Второе – это упражнение для купирования вторичного страха. Сейчас я здесь делаю пометку. Смотрите внимательно. Это упражнение. Давайте этот алгоритм запишем. Никто не пишите сейчас в чате. Хорошо, чтобы я его сфоткал и вам это выслал. Упражнение для панической атаки и агорафобии. Здесь же идут упражнения на несопротивление мыслям и их неоценки. Это по поводу ОКР, да? Здесь же идут упражнения для ритуалов. Например, не делай или делай много и убить, что не поменялось. Я так коротко. Окей, напишу вам. Сюда же входит упражнение социофобии. Это поведение в разрез привычки. То есть, говорить, там, например, лежать на полу. В общем, всё, что связано с социальным контактом. Социальный контакт. Ну, например, тосты, доклады, свидания. Без этого результатов не будет. Вы можете много понимать, но пока вы не начнёте делать в поведенческом аспекте, результатов не будет. Значит, третье. После того, как вы образовались о вегетатике, о всей этой истории, начали делать упражнения, дальше вы начинаете искать сферы жизни, в которых могут крыться основы невроза, ну, которые выдают то напряжение, которое привёл вас к симптоматике. Все это, да, понимают? Значит, сейчас мы это отдельно будем трогать, но смотреть, что дальше. Искать сферы жизни. Четвёртое. Параллельно изучаете методику. Я напишу крупными буквами так, вот КПТ, понятно всем это? КПТ – это когнитивно-поединическая терапия. это убеждения, модель СМР, окей, исправляет, неудобно, модель СМР, это внутренние конфликты, вы должны их знать, мы их будем изучать обязательно на следующем занятии, модель внутренних конфликтов, основные неврозы, детства и формирования, диспут в КПТ. Это тоже мы будем сейчас отдельно проговаривать. Итак, вы образовались в вегетатике, а все это катавасии, потом применили конкретные упражнения и не профилонили вторую часть, потом вы стали искать, анализировать сферы жизни, в которых кроются основные вопросы неврозы, затем вы параллельно изучаете методику КПТ, это СМР, убеждение, диспут, то, что мы сегодня будем оттачивать, аналитические концепции, как мое детство сформировало неврозы, а что именно мама, папа, я, как это все сформировалось, это важно осознавать, потому что это будет проецироваться на ваше поведение сегодня. Вот этот мостик между осознанием, что я сегодня веду себя так, как я вела себя в детстве, например, в детстве я привыкла делать, ну, в детстве я привыкла, например, перекладывать ответственность, или я привыкла вести себя определенным образом, чтобы получить желаемое, я делаю сейчас так же, но сейчас мы об этом поговорим, и чтобы я не сбился, параллельно изучаете КПТ, Пятое. Практикуете. Практикуете. Товарищи психотерапевты из Ютуба, запишите, пожалуйста, этот алгоритм, потому что вы заебали уже повторять практически слово в слово мой Телеграм и мой Ютуб. Запишите сейчас очень детально и начните уже говорить еще более точно. Пятое. Практикуете КПТ каждый день. Это у нас 3-4 ситуации с разбором рационального ответа. Ну, грубо говоря, работаем над ошибками. Шестое. Применить КПТ в конкретных сферах, в скобочках проблемные, так напишем, окей, проблемные жизни. Седьмое. Завтра выходит ролик на Ютубе. Гениальный план! Иногда просто реально смешно становится. Седьмое. Применить КПТ в конкретных сферах, да? Седьмое. Начать. Планировать. Пишем внимательно, большими буквами сейчас. Конкретные изменения, в скобочках, принятие решений. Новая форма поведения. Введение новинок в жизни. Ну, и так далее. В общем, именно на поведенческом уровне. Ну, и восьмое. Это закрепление новой формы мышления. Мы, мышление и поведение. Седьмой момент. Это есть решение внутреннего конфликта. Когда вы конкретно понимаете решение, конфликт решен. Когда вы для себя говорите, все, я понял. Вот, все, я так сделал. И вот кто когда-нибудь чувствовал это, у вас прям такой мешок картошки. Конкретное закрепление новой формы мышления и поведения. В период 6 месяцев после основной терапии. Все. Сейчас сфоткаем. И дальше пойдем. Мне вот так лучше. Да. Все. Так, открывая чат. Зашло вот это сейчас. Это алгоритм. Он разжеван. Вот то, о чем я сейчас говорил выше. Но он не является разжеванным всем остальным. То есть, это просто вам памятка для того, что вот прям. Вот прям вот. Чего делать? Да. Вот прям вот так вот. Чего делать надо? Поняли, да? Все записали? Все успели? Теперь давайте... Ага, хорошо, я понял. Теперь давайте пойдемте еще раз, предвкушая вопросы. Значит, сейчас я чат закрою, чтобы не сбиваться. Значит, что с вами случилось в какой-то период жизни? Смотрите. Прямо следите за моей логикой, следите за пунктами. Значит, первое, что с вами случилось, это ваше необразование. Это вы не знали, что с вами произошло. Именно ваше незнание, смотри, первый пункт, и испугало вас, от этого вы словили паники, они стали приступы какие-то возникать. Вас испугало незнание, то есть отсутствие пункта номер один. Второе, когда вы от незнания стали испытывать определенные вегетативные состояния или навязчивые мысли, которые стали метафорой, как вы будете плохим, а что будет если, вы стали делать какие-то ритуалы, или вы стали испытывать вегетатику. И от опять незнания вы стали избегать этих мыслей, только бы об этом не думать, только бы об этом не думать, только бы не накрыло, только бы я не умер. И стали подчинять свою жизнь избеганию всего этого момента, чем и усилили всю эту проблему. Это проблема номер два. Далее, вы совершенно отвернулись от тех форм жизни, в которых на самом деле крылись истинные мотивы того базового напряжения. Это отношение с мужем, отношение с женой, работа, но вы все это знаете, сейчас мы это обсудим. Вы абсолютно отвернулись и не смотрели туда, смотрели только в свое сердце, свой кал, пульс, ритм и так далее и тому подобное. Это пункт номер три. Далее, вы абсолютно не были образованы в сфере когнитивной терапии. Естественно, вы не знали никакие понятия об убеждениях, о том, как вы создаете эмоции. Вам казалось, что эмоции сами создаются. Это пункт номер четыре. Далее, естественно, вы не работали над ошибками, у вас все текло, естественно, и так далее. Вы только были загнаны в истории про то, что у вас ВСД, который не лечится. Естественно, в конкретных сферах ничего не менялось. Ничего не менялось. Муж как пердил в диван, как вы не знали, что я с ним делаю, так и пердил. Вы просто по врачам бегаете. Это пункт номер шесть. Пункт номер семь. Вы не делали никаких конкретных изменений в конкретных сферах жизни. Вы откладывали принятие решений. Вы оправдывали, собственно, бездействие. Потому что у вас ВСД. Вы не могли ничего менять. Даже если вы что-то и читали, по факту вы ничего не меняли. То есть, если вы охеренный спикер по ВСД, но при этом вы в жизни ходите по одним и тем же граблям, ничего в вашей жизни не поменяется. В лучшем случае пыль в глаза людям напускаете, а потом как-то всё отстранитесь со словами. Вот. Это пункт номер семь. И пункт номер восемь. Это... Ну, тут уже всё логично. Вот сейчас всем понятно, тоже плюсик или восклицательный знак. Всё очень несложно. Нечего тут копать. Когда мне пишут, надо копать, надо понять, надо углубиться. Это очень сложно. Чё сложного? Ты в соседнюю комнату зайти способна? Чё тут сложного? На работу приди, в соседнюю комнату зайди, кошелёк открой. Вот смотри в зеркало, кто тебя бесит и кто тебя не бесит. Что ты думаешь о себе? Чё тут копать? Да всё... Просто всё это настолько элементарно, что вы даже в это не верите. Согласны, да? То есть настолько элементарно. У вас вегетатика просто потому, что вас заебал ваш парень, и вы не знаете, что с ним делать. Понимаете? Вот и всё. Предположим, такой пример. И пока вы решения с этим не примете, ваша вегетатика не успокоится, потому, что внутреннее напряжение сактуализировалось. И вы можете усраться психоаналитическими книгами, пока за вас никто. Да? Да я бы сказал не археологи, Кать. Я бы сказал проктологи психологии. Вот это более правильно будет. Они в жопу без вазелина залезут, эти знатоки психологии, только с собой ничего поменять они не могут. Ну, кому угодно, дай-ка я поковыряюсь. Чё-то ты как-то улыбнулась тут странно. Ага, я читала. Да? Вот всё очень на поверхности, но очень на поверхности чаще всего. Но мы же с вами, любители, подрочить себе голову со словами, а может всё-таки сосуды? Да. Да? Поэтому пишем вместе со мной. Проктологи от психологии – это хороший термин, кстати. Потому, что действительно многие наши зрители занимаются жопокопанием очень клёво, кроме как тем, что действительно надо заниматься. А знаете, почему хотите, я вам скажу? Я чувствую, я сегодня эмоционально заряжен, хорошо так прокачан. Вы, наверное, это чувствуете, да? Причём я сам это сделал. Никто этим не занимался. Я сам умею восстанавливать силы. Не буду рассказывать, как. Вот это вот возможно нашёл, возможно не нашёл. Вот эти сомнения – это всё херня полная. Потому, что когда ты просто выписываешь все сферы, начинаешь конкретно изменять каждую сферу жизни так, чтобы тебе было нормально, тебе не надо сомневаться. Ты не можешь сомневаться, хочу я ссать или не хочу я ссать. Возбуждает меня эта женщина или не возбуждает? Как вот можно сомневаться? Вы представляете себе ситуацию такую? Я даже не знаю, хочу я её или не хочу. Вот это мне нравится. Я не знаю, люблю я его или нет. Вы сколько можно врать себе, а? Ну, вы просто подумайте, сколько можно себе врать? Передо мной сидит 101 тело в 95% которые врут сейчас сами себе. Вот ты сейчас, блядь, сидишь и себе врёшь. Как можно не знать, я люблю его или нет? Я не знаю. Я не знаю, возбуждает он меня или нет. Я не знаю, нравится мне моя работа или… Вы что себе врёте? Вы что, прикалываетесь над собой что ли? Сколько можно? Вы если относитесь к этому человеку как-то, вы к нему как-то так и относитесь. Вы либо хотите этого человека сексуально, либо не хотите. Вас либо устраивает, либо не устраивает. Что вы дрочите себе голову, я не знаю. Вот не знаю. Вот вы что? А я вам объясню. Потому что дальше возникает пласт принятия решений. Потому что если вы просто сейчас будете с собой честными, вот представьте, я ящик Пандоры сейчас открою, люк такой, с говном внутри головы, и завоняет конкретно, потому что вы поймёте, что вы себя обманываете в большей степени. Вы знаете, что вам это не нравится. Вы знаете, что это не ваше. Вы знаете, что вас это заебало. Вы знаете, что вы не хотите этого. Вы это знаете. Чёрт вас дери. Но вы начинаете себе придумывать историю. Ну, я не знаю. Может, я его люблю. Вот сегодня я его люблю. Завтра нет. Нет, не люблю. Нет, нет, всё-таки люблю. Нет, я хочу уволиться. Нет, я не хочу уволиться. Нет, мне нравится работа. Нет, мне не нравится работа. Чего вы себя обманываете? Вы посмотрите правде в глаза. И тянут самое, что забавно, ведь неврозы, они же... Ребят, слушайте внимательно. Мне кажется, сегодняшнее занятие в историю войдёт в наших сезонах. Ну, правду просто говорю честно. Самое забавное, что невроз не возникает вот так. Он имеет, как комета, свой шлейф. Помните, как комета выглядит? Такая... С такой хернёй сзади. Да? Вот летит эта хрень, а сзади такая штукенция. Вот у невроза примерно так же. Там такой длинник очень большой. То есть, комета пролетела, а шлейф тянется. Вот, чтобы невроз актуализировался, вам надо не просто вдруг поиметь какую-то ситуацию. Она должна вами хронически затянуться. Все это поняли сейчас? Внимательно. Ушки на макушке. Когда случается ситуация... Ну, давайте возьмём конкретный пример. Окей? Женщина усомнилась в том, что она сделала правильный выбор. Мужчина усомнился в том, что он хочет работать. Ну, много примеров можно привести, но вы натягиваете на разные примеры. Учитесь. Они сами поняли внутри, что всё, надломилось, не то. Вот так ведь? Они внутри это осознали. А потом сказали, оп, нет, не может быть. И вот тут начинается самая херь. Вы уже сначала в какой-то момент поняли, что надломилось, поняли, что не то, поняли, что не хотите. А потом о себе, а потом сказали, нет, нет, не надломилось. И начинается вот это затягивание. Где вы начинаете себя обманывать. То есть, это знаете как? У меня где-то было... А, я заклеил. Это не то. У меня есть такая штучка. Я люблю всякие античные вот такие хрени. У меня их много в кабинете. Тут всякие у меня статуи. В общем, у меня отломилась какая-то хрень. Я её приклеил. В общем. Но суть заключается в чём? Вы не можете делать вид... То есть, давайте по-другому скажу. Когда вы долго начинаете делать вид, что всё хорошо, вот тут начинается вот эта невротическая проблема. Потому что если бы вы локально решали вопрос по мере их поступления... Вот у Вадима Вадимовича Путина. Помните, я пример-то всё его привожу? Вы что думаете, там внутренних конфликтов не бывает? Бывает. Просто они долго не затягиваются. Сейчас я поясню. Давайте я сейчас остановлю, чтобы на ваш вопрос ответить по поводу кардинального. Вадим Вадима Вадимович имеет много противоречий. Как лучше сделать авдорка и тататин? Просто это не затягивается. Все это сейчас поняли? То есть, сама по себе ситуация, где вы можете не знать, как принимать решение. И можете сомневаться, это нормально. Это ещё не создаёт неврозов. А сэмоционировать там один раз или ещё как-то, это не создаёт проблему. Проблему создаёт хронификация. Все понимают слово хронификация? То есть, если ты, например, поняла, предположим, ты юная девочка, и ты поняла, что у тебя с парнем что-то не то, и он вообще, и вы вообще в разные стороны, и ты это осознала, ты это приняла, ты в этом призналась. А знаете, что самое забавное ещё? Мы же столько лет были вместе. Чё, зря, что ли? Ну, какие долбоёбы, блядь. Ну, простите меня, но как можно тянуть то, что уже совсем не то, просто потому, что мы же столько лет были вместе? Ну да, порадуйтесь оба, обнимитесь, скажите, мы офигенные ребята. Но как бы, ну всё, время пришло. Нет, они начинают рассказывать, ну, может быть, натянуть порванный презерватив, а может быть, он всё-таки натянется, но если у тебя не на что натягивать, что-то натягиваешь. И вот тут начинаются все неврозы, согласны? Вот кто это в себе сейчас чувствует? Вы в какой-то момент поняли, но вы тянете, и тянете, и тянете, и тянете, и тянете, а потом становитесь заложником этой тягомотины. Уже столько лет, уже столько, а если тут, а если там, ну, если бы, да-да-да-да. И вот это затягивание и является фундаментальным производством внутреннего напряжения, которое вы назвали ВСД. Поэтому решать вопросы надо будет у нас с вами, ребята, просто вам на будущее, по мере их поступления. Не обязательно прямо вот сиюминутно, а по мере их поступления чувствуете, что есть какая-то ситуация? Обсуждаем. Разводы приводят к неврозу детей, с другой стороны. Кто вам такую хуйню сказал, простите меня? К неврозу, Светлана, детей приводят тупые родители, которые вместо того, чтобы договориться, начинают при ребенке выяснять отношения и рассказывать, кто из них хороший, а кто из них плохой. Вместо того, чтобы мама, блядь, включила свою бошку и послала нахер этого алкоголика, который издевается над ее дочерью, говорит, что за шлюха у меня выросла, куда ты? Вы что думаете, это не приводит детей к неврозам? Детей к неврозам приводят те долбоеба родители и те матери, которые тянут эту ситуацию и не могут ее решить. У нас папочка просто долбоеб, не обращай внимания. А она уже вся потрепанная мораль над этого долбоеба. Вы что, не понимаете этого? Поэтому очень часто безопаснее для ребенка увести его от вот этих вот, если два идиота родителя не могут договориться, если два родителя не могут во имя ребенка включить мозг и корректно это сделать. Ну какой надо быть тупой матерью, чтобы говорить, у нас папа просто бухает и нас всех пиздит, но я с ним разводиться не буду, потому что разводы плохо повлияют на психику ребенка. Вы что, совсем идиоты, блядь? Тебе психику ребенка повредит этот мудак алкоголичный, блядь? Ну поймите вы это. Не разводы вредят психике, а неправильное поведение родителей. И даже если родители разводятся, но делают это корректно, эмоционально по отношению к ребенку, где никто никого не дрочит и не говорит, у нас мама проститутка, у нас папа козел. Нет. А когда они это делают сообща, плавно, выстраивая грамотное взаимодействие, никто не ругается, слезы не льет, мама в истерике не бьется, папа не говорит, что мама у нас проститутка, ребенок не мечется между мамой и папой, потому что непонятно кого, потерять никого не хочется, где ребенка не ставят перед выбором, либо ты, либо он. У нас же матери настолько тупые, говорят, если ты полежишь к отцу, ты мне не дочь. Вы что думаете, это не приводит людей к неврозу? Это детей к неврозу приводит, Светлана. Поэтому тут я вам порекомендую голову включить прежде всего. Это очень помогает понимать, к чему приводит, что приводит к неврозу, а не сам факт развода. Вы знаете, сколько у меня было клиентов, которые говорили мне потом на терапии, у меня когда мама, дура, блядь, наконец-то приняла решение развестись этим мудаком, нас всем, нам всем стало лучше. Потому что пока она это тянула 5 лет, он меня практически чуть ли не трахнул, блядь, уже бухим, понимаете? Светлана, и вы что думаете, это не вызывает у детей невроз? Понимаете, о чем я говорю, или не очень? Молодцы. Продублируйте, пожалуйста, вопрос. Я, по-моему, его случайно стер. Девушка писала вопрос какой-то. Я еще на нем остановился. Можешь его продублировать? Там был важный момент просто. Слушай, мы сегодня темы поднимаем. Мне кажется, сегодняшнее занятие будет гораздо терапевтичнее, чем изучение когнитивной терапии, блядь. Потому что фундаментальная вещь. Сейчас мы еще до сфер придем. Я буду честно говорить. Не факт, что, конечно, все, что я говорю... Она писала про... Да, что-то про кардинальные изменения. Сейчас, 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 сейчас. Да, 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 да. Вот она, Катя, по-моему, да? Решение проблемы заключается не в кардинальной смене работы, может и так далее. Это хороший вопрос. Предлагаю всем сейчас сосредоточиться. Катя, тебе отдельное спасибо за него. Смотрите. Запомните то, что я сейчас скажу на всю вашу терапевтическую жизнь и потом социальную. Есть ситуации у клиентов, где необходимо принимать радикальные решения. И именно только радикальные решения приносили моим клиентам облегчение. Я сейчас рассказываю кейс за 9 лет своей практики, окей? Есть клиенты, у которых фундаментальное избавление от невроза... Можно я буду слово «избавление» говорить? Ну, так проще, хотя оно неправильно. А фундаментальное избавление от невроза, глубокое, приносили только радикальные решения. У меня, знаете, Катя, сколько было случаев, когда люди со мной занимались долго по скайпу. Долго. Это не 2-3 месяца. Долго. Потом заканчивали. И только через год писали, что всё-таки решение приняли. И вот тут стало всё по-другому. Поэтому, Катя, и все остальные, смотрите. А не надо сейчас комментировать, пожалуйста. Я сейчас с Катин вопрос очень важный. Запоминайте. Есть ситуации в невротической актуализации, не пишите ничего в чате, когда необходимо действительно принимать радикальные решения. А есть ситуации, где можно находить компромисс? Я приведу пример. Опять же, из кейсов. Кейс – это случай. Не всегда женщина может развестись с мужчиной, даже если понимает, что всё уже как бы завяли помидоры. Согласны же? Не всегда мы можем уволиться с работы, потому что у нас кредиты, ипотека, дети, одежда, еда и так далее. Согласны? Мы не можем взять шашку после семинара Красиковой и пойти и радикально всё менять, потому что я так сказал. Тут надо проявить опять же что? Помните, о чём мы начинали сегодняшний семинар, ребят? Помните? Тут надо применить гибкость. Тут надо применить именно интеллектуальные способности творческого решения вопроса. Окей, но девочки, вы же хитрые самки по природе, но не мне же вас учить, как лавировать между мужиками. Ну вы что, сейчас Вика Исаева, если бы посмотрела, она бы ухохоталась бы. Девочки на генном уровне умеют лавировать между мужиками. Девочки на генном уровне умеют вообще крутить хвостом так, что ты даже не подумаешь ничего. Девочки на генетическом уровне умеют так выстраивать ситуацию, что всё будет как бы хорошо, причём всем. Поэтому мужики более прямолинейные. Поэтому, то есть когда девушка говорит тебе что-то, это неправда, она имеет в виду совершенно другое. А если мужчина говорит что-то, то это конкретно, и не надо понимать это буквально, надо понимать, что он просто сегодня не хочет, а не в целом тебя не хочет. То есть тут логики разные, сейчас об этом попозже. Так вот, Кать, есть ситуации, где действительно, вот положа руку на сердце, а сердце в середине, как вы знаете, они здесь. Знаете, у нас есть такие интересные ребята. Положа руку на сердце, я говорю, ты положил руку на межрёберную невралгию, да он? Серьёзно? А у меня же тут ёкает, тут же колет, тут же сердце находится. Я говорю, у тебя сосок здесь. Нет, ну вот здесь, вот тут, я говорю, у тебя тут ребро. Ну а вот есть чего, я говорю, ну тут у тебя уже идёт левая доля лёгкого. Ну а как бы, ну а вот здесь что у меня? Тут у тебя ребра, и там тоже лёгкое идёт. Ну а что у меня тут колет, это же сердце колет. Я говорю, долбоёб, блядь, сердце у тебя вот здесь находится, за грудиной, посередине лёгких. Вот тут лёгкие у тебя, а тут сердце, немного смещённое влево, вот так. А, да, серьёзно? А я думал, вот здесь. Соответственно, положа руку на сердце, говорю, что действительно, вот честно, ребят, давайте без вранья при украшивании. Только порой радикальные решения приносили существенные изменения. Я вам могу зачитать даже, буквально, по-моему, сегодня мы получали сообщение, но я не помню, куда. Я сейчас попробую найти. Просто буквально только сегодня. Единственное, что куда бы мы, куда мы его получали бы, ещё бы вспомнить. Столько сообщений, что я боюсь, я его не найду. В общем, я могу логику передать. Сообщение. Нет, я не найду в такой цепочке уже. Блин, а обидно. В общем, суть заключается в том, что девушка писала, что она занималась у меня когда-то, и она только сегодня с мужем приняла решение сменить род деятельности и вообще переехать, по-моему, в другой регион. И они мне писали оттуда со словами, у них всё прекрасно, всё хорошо, и там, ну и так далее. То есть, очень часто мои клиенты действительно получают серьёзные изменения в терапии, Катя, только благодаря радикальным решениям. И вот здесь пролавировать, где радикально, а где дипломатично гибко, это и есть искусство. Все это поняли? Это в Инстаграме на трансляции писали? Да? Я просто не помню, такой объём писем валится, что я уже не запоминаю, где кто писали. В Инстаграме. Спасибо, что подсказали. Окей. И это типичный пример результатов, когда, понимаете, люди не всегда способны инфраструктурно принимать радикальные решения. И вот здесь я, положа руку на сердце, скажу, я бессилен. Если вам какой-то психотерапевт или психолог скажет, что он может вылечить неврозу, он вас обманет. Давайте, у нас сегодня вечер правды, хотите? Ну, фу, бля. Вечер правды, хотите? Вот видите, у меня паттерн был, типа это ассоциируется с правдой. Ну, это полная херня на самом деле, но никак не ассоциируется. Вечер правды. А вот, смотрите, если вам кто-то скажет, что он способен вылечить неврозы, это неправда. Никто, кроме вас, не способен... Вот слушайте меня сейчас внимательно, чего вы ржете-то? Ну, дернул у меня. Никто, кроме вас, не способен понять, где вам радикально принять решение. Сейчас серьезность, давайте, включите. А где проловировать, находя, найти какие-то лазейки? Ну, мне что, прямо вам говорить? Или все-таки вы поймете, о чем я говорю? Ну, где-то надо остаться... Хорошо, давайте я намеками. Где-то надо остаться, но остаться так, чтобы получить и это, и то. Где-то надо как бы вот быть, а как бы и быть еще и не только там. То есть, найти в себе ответ... Вот, наверное, это фундаментальная соль пятого сезона сейчас будет. Слушайте, ни один психотерапевт мира не может за клиента решить его невроз. Он может только попытаться подвести его к этому осознанию. Это уже требует искусства. И поспособствовать методиками, чтобы он начал думать более вариативно, что ли. Поняли? Это все, на что способна психотерапия в мире. И если кто-нибудь вам скажет, вылечу невроз. Договориться с собой. Совершенно верно. Вылечить... Я вылечу невроз. От невроза можно избавиться, почитав мою там литературу. Что за бред? Что за детский сад? Вы можете только надеяться на то, что когда-нибудь ваш клиент... Так буддисты делают. Когда-нибудь ваш клиент дойдет до решения и найдет в себе механизм, где он договорится, как Юля правильно пишет, сам с собой. Либо радикально и преодолеет последствия радикально. Либо договорится сам с собой не радикально, но дипломатично внутри себя. Например, да, я остаюсь, но... Или да, пока увольняться не буду, но... Или да, они такие, но я буду относиться к этому так-то. Да, сейчас не могу, может быть через год. Окей, для себя поняла. Еще годик работаем, копим, тататым, тататым. Год прошел, бац, ситуация уже поменялась, все проще. Все это поняли? Вот я вам сейчас сказал честно, я не способен вылечить ваши неврозы. Можете вырезать Ютуб. Никто не способен вылечить ваши неврозы. По-моему, об этом еще никто не говорил так честно. А если у кого-то есть иллюзия в Ютубе о том, что у него есть такая способность, ему надо либо пойти учиться, либо перестать обманывать людей, либо он вообще не в курсе, что такое неврозы. Все последнее скорее всего. Никто не способен вылечить ваш невроз. Но там много кто обещает лечить. Поэтому не будем это комментировать. Никто не способен, кроме вас. Вся мировая психотерапия мира может поспособствовать вашему размышлению. Все это слышат сейчас? Как было на третьем занятии, Алексей? Ну да, типа того. Вот все понимают, о чем я. Я вам могу привести всех к гуру психотерапии. Они ничего сами не сделают. Пока ты внутри себя не найдешь решения. Они могут только поспособствовать. Я, например, был на одном тренинге давно. И тот контент, который там давался, он с точки зрения развития головы для меня был неинтересен, потому что я... Но мне казалось, я мог выйти добавить контента. Но эмоциональный драйв, с которым подавался этот контент, даже мною, в принципе, я его знал, он настолько зарядил меня энтузиазмом, что я рванул вперед. Ментально. То есть, я сам себя рванул вперед с зарядкой, а не контентом. Понимаете, о чем я? Сказал бы я правду. Юль, ты знаешь, я тебе так скажу. Эту правду люди не увидят. Даже если мы сегодняшнее занятие выложим в YouTube, а может выложим, давайте охренеть, чтобы они охерели все. Там же такой кипиш начнется опять. Начнется это на Тью-ом, блин. А чего я тебя забежу? Ну и так далее. Детская лирика моя. Мы такие несчастные все. Он так плохо живется. Ты такой плохой. Тебе 34 года. Ну и так далее. А может вылить, правда? Я думаю, что люди охереют вообще. Они не поймут. Они знаете, что подумают? Они же подумают, что ну, Крайсков невроз действительно не может лечить. Что тут такого-то? И пойдут тем, кто напишет, лечу. Причем желательно за 5 сеансов. Дорого. Поймите. Вот я сейчас вам говорю от чистого сердца. Потому что никто не способен за вас принять решение с вашим мужчиной. Девчонки, давайте сейчас немножко градус опустим. Внутри у себя уйдем. Вот просто сейчас сядьте. Вот глаза от монитора вниз опустите и просто меня слушайте. Никто не способен за вас решить вопрос с вашим мужчиной. Никто не способен за вас признаться себе в том, что возможно что-то уже не так в разных сферах. Никто за вас не способен принять решение радикально или согласиться с собой. Например, когда у вас всю жизнь бесила теща или свекровь. Это ваша внутренняя позиция, как начать смотреть на нее благодаря когнитивным навыкам, которые мы проходим и будем проходить. Окей? Но это ваша внутренняя позиция выбора. В этом есть соль экзистенциальной концепции Элиса. Это ваша внутренняя выбора. Никто за вас этого не сделает. Я вам по себе могу сказать, где-то мне приходилось принимать радикальные решения. Опять же, используя кейсы моих пациентов, где-то мои пациенты тянули, 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 и пока они не принимали радикальных решений, ничего не менялось. Все радикальные решения несут что? Кто сейчас напишет, то ему звездочку. А может правда придумать такие штучки со звездочками? Кто больше звездочек наберет, тот типа и скидку получит. Не дискомфорт. Ну дискомфорт, но как мы это еще называем? Все радикальные изменения несут чего? Дискомфорт согласен. Ну еще что? Ну, 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 кто первый-то? Ну, ну, ну не то. Ну дискомфорт согласен. Ну это понятно. Ну да, кроме дискомфорта какое слово есть? Ну, а вы что? Что несут нам радикальные решения? Ну, конечно же, наконец-то, неизвестность. Неопределенность. Поэтому и страшно. Конечно, там рост и все, что вы написали, это правильно. Но прежде всего, все радикальные изменения несут нам неопределенность. Согласны? А уже потом это опыт и так далее, и тому подобное. Изменения. Это вы потом, знаете? Вы такие все, вы все вообще мостаки рассуждать опосля. Вы сначала бьетесь головой. Вспомните себя лет так в 20, когда вы не могли принять решение с парнем или с девочкой. Я не знаю, если я его брошу. А если он меня бросит? Какой кошмар. Мир закончился. Долбили себе голову долго. Считаю, что эта ситуация радикальная катастрофа. Вас уволили с работы, вы бились головой об асфальт. Это радикальная катастрофа. Больше никогда не найду работу. Вас бросил парень. Все, пипец, жизнь пошла под откос. Сегодня посмотрите на эту ситуацию. Вы говорите, понимаете? Чего я так убивалась? Так вот так оно всегда и бывает. Вам всегда в точке реальность кажется, что ваши решения несут какую-то катастрофу. Алексей, я приеду в Москву, привезу килограмм Дарксайда и Фумари. Лучше тебя, ребята. Спасибо. Буду рад встрече. Не обязательно Дарксайд и Фумари. Можно просто руку пожать друг другу. Мне будет достаточно. Не надо. Вот это важно. Потому что часто вы потом оглядываетесь и говорите, блядь, если б не эти решения, я не знаю, что вообще я сейчас делал. А где-то, повторяя Катин вопрос, да, нам необходимо проявлять гибкость. Ребята, поэтому это и есть дипломатия. Никто не сможет вас этому научить. Почему я подумаю выкладывать в полном объеме это видео в YouTube или нет? Потому что огромная армия людей, они же упороты идеи про симптоматику. Понимаете, в чем проблема? И они вообще не поймут, о чем тут речь идет. Я больше чем уверен, что даже какая-то часть, кто сегодня смотрит, не понимает, о чем я говорю. Они говорят, а когда будет? А какое сердце-то у меня стучит? Ну и так далее. А я сегодня сейчас говорю вам о тех ребятах, моих клиентах, которые стоят уже чуть ниже в этом смысле. Которые стоят на понимании правды, которая привела их к напряжению, приводит их к напряжению. Симптоматика, она там где-то вверх и вверху, автономно. Посмотрите правде в глаза. Посмотрите правде в глаза. Теперь пишем сферы. Вот прямо на этом градусе, поехали дальше. Сферы. Что выкладывать, да, ролик? Ну вы что, меня же затроллят на 100%. Сферы правды пишу. Погнали. Сейчас я выключу чат, мне нужно сосредоточиться, потому что мне нужно, у меня нету конспектов. Сферы правды. Первое, что из моих, из кейсов моих клиентов. Сфера правды. Личная жизнь. Давайте не будем сейчас это расписывать, начните додумывать дальше сами. В это входят отношения. Неважно, замужем, не замужем в отношении или просто и так далее. Личная жизнь. Сфера правды. Что правда? Второе. Работа. Ее наличие, отсутствие и ситуация там. Это вторая сфера правды. Уйти, не уйти, нравится, не нравится, долбят, не долбят, кто там и какие там отношения. Либо менять эту работу, либо оставаться и прорабатывать себя там, либо находить дипломатические лазейки, договориться с местными внутренними обстоятельствами. Понимаете, да? Сейчас вам накидываю уже. То есть, надо там преломлять ситуацию. Но я рекомендую не всегда не рубить, потому что работа, особенно если вы имеете, это мужчин касается, если у вас есть семья и дети, вот так просто махануть, согласитесь, непросто. Вот так просто, потому что вам не нравится. Пришел такой папа домой и говорит, а я уволился, мне не нравится. Красиво сказал, ебаш. Но странно, да? Поэтому я рекомендую здесь. Вот запомните это сейчас. Пишем вместе со мной. Попробуй. Все-таки надо выложить, мне кажется, этот ролик, потому что он реально, если вот кто-то его посмотрит, он реально поменяет мир этих людей. Попробуй сделать все возможное до радикальных решений. Вот я думаю, что вот это даже надо запользоваться в Инстаграме. Пусть наши коллеги-психотерапевты посмотрят этот ролик, может что поймут наконец-то. Ну, нет, есть реально, ребята, эти видео реально классные. Просто есть пару гоблинов, которые меня затрахали уже, если честно. Попробуй сделать все возможное до радикальных решений. Вот этот момент, он очень важный, да? Потому что потом, принимая радикальное решение... Сейчас, внимание, в рациональном ответе, все понимают, да, о чем я, ты сможешь опереться... Давайте это в Инстаграм запостим сейчас, только картинку надо какую-нибудь, прикольно. В рациональном ответе ты сможешь опереться на довод под названием «Я сделал все, что мог». Вот этот довод будет найден где. Ребята, плюсик сейчас, кто понимает, о чем я. Если вы сделаете в какой-то сфере все, что можно, чтобы договориться, чтобы объясниться, чтобы найти решение, чтобы как бы поменять свои эмоциональные отношения, чтобы найти диалог. Вот все сделали, и когнитивно, и гештальт, и вот сейчас мы будем об этом еще говорить. Просто напомню вам, это занятие фундаментальное. Но вы понимаете, что, ну не получается с отделом найти общий язык. Ну начальник, ну никак, ну вот, ну все перепробовала, ну никак. Понимаете, да, о чем я? Ну и так, и так. И уже вот честно себе говорите, что, ну вот, ну вилы. Вот тогда ваше чувство вины, которое будет образовано, помните, да, вашими убеждениями, будет нивелировано основной опорой. Я сделала все, что от меня зависело. Да, мне неприятно. И да, возможно, будет дискомфортно. Но я не буду себя винить, потому что я сделала все, что я могла, чтобы себя успокоить, чтобы найти общий язык, чтобы объяснить, чтобы найти компромисс, консенсус. Но обстоятельства сильнее. Ну здесь вопрос, понимаешь, милый, философский. Если все-таки кажется, что сделала, и все, что могла, тут можно на годы затянуть это все. Тут надо быть честной, опять же, с собой. Потому что можно, конечно, до 80 лет считать, что вы сделали недостаточно. Но какие-то берега должны быть внутренние все-таки, понимаете. У нас действительно приходит милость здесь, не уникально приходит пациента со словами, а вдруг я все-таки не сделала. Границы очень просты, чтобы понять, что вы сделали все, что могли или не сделали. Давайте их попытаемся очертать, окей. Это история про то, что вы попытались изменить свое эмоциональное отношение к текущим событиям. Да, насколько хорошо у вас это получилось. Вы попытались объяснить человеку свои чувства. Вы попытались предложить решение вопроса на уровне поведения. Вы попытались предложить такую форму взаимодействия, такую форму взаимодействия. Вы постарались не так эмоционировать. Вы услышали ту сторону, что та сторона хочет? И если вот как бы всё, ну, сердцем, ну, понимаете, сердцем это надо, мило, но тут же нельзя вам на бумажке написать, вот когда всё, а когда не всё. Девчонки, ну вы же понимаете, о чём я. Понимаете? Но сердцем надо понимать, что вы сделали всё. Ну вот мужик приходит домой, а у него жена, истеричка, блядь, конченая, которая всё мало и мало и мало и мало, она обижена на него, потому что она разочаровалась с ним ещё 10 лет назад, и вот она дрочит ему голову. Вот она разочаровалась с ним ещё 10 лет назад, и она давала его херачить. А он старается, он там в три смены, он пытается, и она его долбит и долбит, и долбит, и долбит, и долбит, и долбит. Странно, что он пить начал, да? Он так пить начал, потому что ты его задолбала. Так вот, и он садится и пытается с помощью наших занятий, было бы неплохо, если бы она у меня была такой, он пытается сам, он пытается к ней подойти и сказать, слушай, ну ты знаешь, ну давай вот так, давай вот здесь вот так вот, давай вот так начнём поступать, а здесь объяснять начнём, а здесь вот этот, а она долбит и долбит, и долбит, и долбит. Говорит, сходи к Алексею на тренинг, он проходит каждый месяц, давайте я плачу 4 тысячи, займём, там, я не знаю, там, козу продадим, ну сходи, вот услышь это. Нет, психологи все долбоёмы, на-на-на, ну, всё туда, и вы в какой-то момент садитесь и понимаете, что вы сделали всё. Понимаете, о чём я? И вот тогда вы говорите, я так больше не могу, я сделал всё. И у вас чувство вины будет проработано вот этой вот позиции, поняли все это? До этого надо дойти душой. Это не написано в книгах, это не написано в летописях, это нельзя написать на бумажке. Ну, поймите вы меня, ни один психотерапевт мира не может вылечить ваш невроз, пока вы, вот, используя то, что я вам говорю, не внутри, не взродите. Это всё. И не надо тут себя обманывать. Ваша вегетатика и ваши неврозы кроются в правде. То же самое касается ещё одной правды. Давайте без дебатов сейчас. То же самое касается другой правды по поводу привязанности. Да, я правда, без него не могу. Я привязан. Я привязан. Я сегодня сидел в кафе и увидел парня, которому лет 30. И с ним мама пришла. Ребята, они даже подстрижены одинаково. И если бы я не проявил внимания, я подумал, что две девушки пришли. У обоих каре. Только один мальчик, а другая мама. 30 лет. И мама такая, такая строгая воспитательница с таким сприщуром. А он такой гомо какого-то такого сладковатого вида. С каре с таким тоже, как и мама. Понимаете? Надо правде смотреть в глаза. Если у тебя социофобия, окей, правде в глаза посмотри. Да, ты привязан к матери. Я сейчас просто наугад кидаю. Поняли, окей? Слушайте внимательно. Слушайте. Да, я правда привязан к матери. Я не умею без нее. И у меня жена выполняет роль второй матери. Без которой я, как бы, ну тоже не очень могу. Да, я привязан к своему мужчине. Он, конечно, по многих аспектах мне тяжелой, и я вообще не могу с ним. Но я и без него не могу, потому что я не умею одна. Но посмотрите, посмотри ты правде в глаза. Ты не умеешь одна. Вот причина твоего генерализованного тревожного расстройства и ОКР. Ты просто не умеешь одна. Потому что у тебя есть иллюзия, что одна ты не сможешь. Что тебе надо подсказывать все время. Потому что твои действия, они какие-то могут быть неправильные. Это вот очень важно. Вот он, стержень ваших проблем. Вот оно занятие, которое вы ждали все на пятом сезоне. Вот оно. Правде смотрим в глаза. Или, например, да я... И начинаем действовать. Да, если я признаюсь себе, что я не умею без них. Знаете, самое забавное? Слушайте внимательно. Что когда эти люди со мной в терапии доходят до вот этого дна собственного. Они так как аквалангисты на дно погружаются от аквариума. Сначала вообще непонятно, что происходит. Им кажется, что полный пипец. А потом потихонечку и он так оседает от погружения. Они начинают смотреть правде в глаза. Да, действительно, я привязан к матери, не могу без нее. Да, действительно, я не могу одна, поэтому я привязана к этим людям. И у них открываются глаза, что если они начнут практиковать рациональный диспут с собой и действовать по-новому шаг за шагом, в какой-то момент времени, они понимают, что им больше эти люди не нужны. И вот тут начинаются те самые радикальные действия. Потому что когда у меня, вот вам кейс, пришла клиентка вся вот такая с генерализованным тревожным расстройством и с этим своим ОКР, и мне ее пришлось отмывать там, приводить в чувства, и через восемь месяцев передо мной сидела девушка, вообще другая, которая говорила, мы еще вместе, но если он завтра скажет все, я даже, может быть, обрадуюсь. Это сидела девушка, которая ловила взгляды мужчин на себе, наконец-то. Это сидела девушка, которая говорила, я смогу. Но вот эти восемь месяцев, шаг за шагом, по-пластунски, как говорила моя психоаналитика Несса, по-пластунски, по минному полю. Часто есть такая фраза, что давай не пойдем к психологу, он нас разведет. Дыма без огня не бывает. Хотите еще одну правду? Хотите? Почему люди разводятся, когда идут к психологу со своими депрессиями и неврозами? Ну, честно, хотите? Это же не нарицательный термин, это же правда. Как бы тут мои коллеги не говорили, нет, вы что? Я вам могу сказать, что в 60% это правда, при удачной работе. Объясню почему. Потому что, когда ко мне приходит пациентка, которая, например, испытывает генерализованное тревожное состояние, и мы в терапии с ней понимаем, что она не умеет одна, и этот мужчина выполняет у нее роль чего? Костыля. И когда у нее начинают терапевтические изменения проходить, потому что она начинает думать рационально каждый вечер, а действительно ли это так, а действительно ли это так, а давай в следующий раз так, а теперь завтра пойдем туда, а потом пойдем туда, а пойдем туда. И вот так, крупица за крупицей, мы буквально напыляем ее самооценку. Это похоже на напыление тонкой кистью. Понимаете, о чем я говорю примерно? Кто-нибудь сталкивался с напылением? Прям вот, вот прям слоем, слой за слоем. И в какой-то момент времени этот слой за слоем, который просто был напылением, становится целой скорлупой. А потом пластом. Это время требует. Так вот, к чему я? Когда вот это напыление переваливает определенную прочность, она вдруг приходит на занятия, и я сижу на ее глаза, смотрю, и я понимаю, что она по-другому на меня смотрит. Поняли, к чему я? Она смотрит на меня, как уверенная женщина. И вот в этот момент все меняется. И вот тут эта женщина приходит к еще одной правде. Как вы думаете, какой? Я уже говорил об этом, давайте сами подумаем. Какой второй правде она приходит в этот момент, когда напыление на нее, что правда в том, что ей не нужны эти костыли больше? Она очень благодарна. Она готова ноги поцеловать этому человеку, даже если он там был садистом и так далее. За то, что он был ее костылями, как бы он не пиздил ее там ногами. Ну, бывают разные ситуации. Бывают хорошие такие мужчины. Она говорит, он очень клевый. Он мне так помог. Но я поняла, что я выросла. И мне костыли надо сказать спасибо большое. Ты мне спас жизнь. Ты мне много помог. Я могу дальше сама. Это важно. И вот этот момент, он настолько сильный в терапии моих клиентов, что он просто сворачивает горы по силе энергетики. И это вот прямо вот такое открывание такого просто дыхания. Но я думаю, что те, кто... Те клиенты, про кого я сейчас говорю, это вот понимают о чем я. Психотерапии нет задачи разводить кого-то или не разводить. Наша задача сделать так, чтобы наши клиенты были счастливыми, свободными, не навязывая, а решили свои проблемы. И если это видео случайно увидит девочка, которая мучается от долгого симптоматического момента, и она вдруг поймет механику неврозов, то я думаю, что это будет еще одна капля в смысл моей жизни. Да вы заебали со своей ипохондрией. Вот видите, кто о чем, а вшивая баня. Вот смотри, что она пишет. А можно кейс по ипохондрии? Кейс по ипохондрии – это твоя колоноскопия, дай-ка. Вот идешь к этому самому дяденьке, засовывают тебе шланг в жопу, потом тебе в рот засовывают гастроскоп – вот тебе кейс, туда тебе дорога. Можно кейс по ипохондрии, и что за ней стояло? У людей ни одного кейса о ней не было за всем занятий. Но ты понимаешь такое ипохондрия? Что это просто слив тревоги? Ну что, 33-й раз тебе про это рассказывать, что ли? За этим стоять могло все, о чем я сегодня говорю, но включи ты голову, ядрен ты батон. Да хер его знает, что стоит за ипохондрией. Это может быть и с мужем, и с работой, и со всеми нерешенными обстоятельствами. Потому что это просто сброс напряжения. Да не может она включить. У них не хватает на это плюса с минусом. Но не хватает плюса с минусом на это у них. Как быть? Не хватает. Так вот, давайте не будем отвлекаться. Заедание – это тоже сброс напряжения, это не костыль. Заедание – это поведение вследствие какой-то проблемы. Возможно, невозможности опираться на себя. Но, как правило, нарушения пищевого поведения, они депрессивную ноту имеют. А депрессия может быть связана с тем, что вы чувствуете себя несвободным. Ну, например, жила-была девочка, она была полностью зависима от матери. Полностью выебана своей матерью, простите за мой французский, с самого детства. Выебана в рот и в гриву просто. По полной программе. И эта самая девочка не может жить до сих пор одна. Потому что мы пописали, мы покакали, мы прокладку положили, мы прокладку не положили. Мы к вам приедем, мы пописываем, у нас есть жених, у нас жениха нет, он маме не понравился. И вот это убогое создание, это хорошее слово, это не ругательство, убогое, да, за пазухой, может начать депрессировать, естественно, ну и заедать свой стресс, потому что она будет хоть как-то получать удовольствие, потому что мама её выебала по полной программе. А слушаться маму она не может. Такой вот жёсткий кейс понятен всем. Ребят, я правду говорю. Мне без мата не получается до вас правду донести. Ну, обижаетесь, пишите гневные письма. Мне не получается без этих слов донести вам честно. Ну, это может быть мой минус и моя ошибка, но я по-другому не могу. У меня вот, ну, как-то так только получается. Поэтому давайте сейчас перейдём к когнитивной терапии. Окей? Давайте вернёмся к схеме. Ну чё, углубились? Вот я думаю, что, мне кажется, это занятие, оно фундаментально застанется у вас в головах. Ну, те, кто там ещё с апохондрией, шланги-то сует себе в жопе, там у них ничего не останется, а вот у какого-то, какой-то части людей и останется. Продолжаем сферы. Пишем дальше. Итак, у нас первая правда, сфера правды – это личная жизнь. Говорили сейчас об этом. Сфера правды – это работа. Попробуй сделать всё возможное до радикальных решений. Потом, принимая радикальные решения, в рациональном ответе ты сможешь опереться на довод. Я сделал всё, что могло, что могла. Третье. Ребят, я когда рекламирую свои тренинги, я всё-таки, как и занятия веду искренне от души, так и говорю, что я буду делать. Я не прочитал ни одной страницы, я не посмотрел ни одного видео в Ютьюбе, чтобы сделать эти тренинги. Это стопроцентная подача из двух каналов. Это от сердца и своего опыта. Вот это очень важно, потому что если ты просто прочитаешь книги или посмотришь чей-то контент и попытаешься сказать теми же словами, это будет очень смешно. И большинство людей это видят прекрасно, они же не идиоты. Но не идиоты, люди. Нет, можно обманывать упоротых на панических атаках людей. Обманывать можно сколько угодно. Но дальше этого момента обмануть их нельзя. Рождённый ползать, летать не может, как бы он не бился головой об асфальт. Гуд? Идём дальше. Сейчас, одну шконечку отвлекусь. Третье. Пишем вместе со мной. Зависимость от кого-либо. Здесь родители. Маленькими надо. Сейчас. Родители и, как сказать, супруги. Вот так, да, наверное. Супруги, как костыли. Вот здесь, что здесь, какая правда. Да, это ключевое, я согласен. Зависимость от кого-либо. Родители и супруги, как костыли. Это та правда, которую тоже надо уметь смотреть в глаза. Я сейчас опишу вам, вот кто там спрашивал про колоноскоп-то, про ипохондрию, всё, за 7 занятий-то не было. Привет тебе огромный. Вот, я сейчас рассказываю те сферы и те кейсы, из-за которых возникает ипохондрия и вот эта вся история. Все, надеюсь, это поняли? Ну, плюсик с минусиком в голове скоротнуло, что ипохондрия и прочие симптоматики – это последствия напряжения посредством каких-то вот этих вот проблем. Надеюсь, все это, ну, многие понимают. Все это слишком, я что-то оптимистично. Многие понимают, да? Окей. Все, ребят, спасибо, я сейчас дальше пишу. Зависимость от кого-либо. А представляете себе, если бы вы приехали 28-29 на двухдневный семинар, и мы там вживую вот это все, два дня, по 8 часов. Вот у 2,5-3 часа, понимаете, по 8 часов подряд, два дня, со мной лично, в одном кабинете. Там просто двигатель космический в задницу у людей вставляется. Да можно, там 5000 предоплата, а дальше по факту. Билеты только надо уже бронировать, чтобы дешевле было. Мне сегодня надо ролик пригласительный снять еще после занятия с нами, с вами. Да, на сайте уже есть, можно смотреть. Давай сейчас дальше. Зависимость от кого-либо. Четвертое. Как бы это сформулировать? Давайте вот так вот. Желание перегнать и доказать. Вот еще одна правда, которая часто стоит за невротическими вашими состояниями любой этиологии. Когда в детстве вас троллил отец и сравнивал с кем-то, или мать, или они были дистанцированы, и вы чувствовали себя брошенным, ненужным, униженным, неоцененным. Очень многих наших клиентов в этот период детства формируется стратегия доказать, что они были неправы. Доказать, что они зря так, ну это бессознательный процесс. Доказать, что мама и папа зря так себя вели, и на самом-то деле она что-то из себя представляет. На самом деле она говорит, я хочу, чтобы они пожалели. Я хочу, чтобы я пришла к ним и сказала, вот чего я достигла. Поняли? А вы меня так обижали. Вот кем я стала. Парни, это туда же. Не только в женском поле. Мальчики то же самое, только я в женском роде. Хорошо, мне так удобней. Вот кем я стал. Вот кем я стала. А вы как со мной в детстве. Чувствуете это, да? А тебе представьте себе, который, представьте себе клиента, у которого внутри такой надрыв, вот то, о чем я сейчас вам сказал. Но в жизни происходят обстоятельства непреодолимой силы, какие-то люди, ситуации, стечения обстоятельств, где у него не получается это. Вы представляете, какой термоядерный взрыв получается? Он переполнен болью доказать своим родителям, что он не такой, как они говорили. И чтобы прийти и сказать, вот я чего добился. А он его берет в жизни и не фартит. Или его подставляют. Или его обманывают. Или он просто по осторожности что-то там теряет. Не важно. И эта ситуация настолько остро им реагируется, потому что внутри было такое огромное желание доказать. Сейчас я вам об этом говорил, да? Вот вам еще одна сфера, когда сильнейшее... Ну что, не пожалели, да, что пришли-то, я надеюсь? Это вам не про панические атаки, с агорофобией рассказывать, и про сосуды. Когда сильнейшее желание не... Когда сильнейшее желание уперлось в событие... Дайте вот так это назовем. Огромное количество таких пациентов. Огромное. Причем я даже не могу вам с пропорцией показать из этих четырех сфер, кого больше. Вы знаете, есть люди, у которых несколько сфер в одной сочетано. Есть ипохондрии, пометую нашу вот сейчас героиню. Сейчас, подожди, не отвлекай. Там разные попозже, ладно? Есть куча клиентов, которых исключительно по вопросам личной жизни возникают. Вот эти все наши срывы внутренние, да? Есть куча клиентов, которых именно рабочая ситуация, обстоятельства там начинают нагнетать. Вот, например, смотрите. 2 плюс 4. Сделайте, подумайте, как это выглядит. Вот сейчас просто внимательно. Оно-то движет. Вопрос в том, что если на пути этого движения встанет стена, вот тут формируется невроз. А если на пути эту стену он будет объезжать, с моей как раз помощью мы это и делаем, вот тогда он достигнет выдающихся результатов. Потому что выдающихся результатов может добиться только истинный невротик или даже хуже. Потому что только сила невротического желания может являться мотивацией. Но если у этой ракеты с этой мотивацией, представляете себе парня или девочку, которая заряжена такой невротической мотивацией доказать родителям. Она разогналась так по жизни и она умница, красавица и так далее. Тут будет 2 момента. Первое. Как бы она не перегорела от такого градуса. Второе. Не приведи кто-нибудь, впереди неё окажется стена, которую она не сможет объехать. Она разлетится в лепёшку так, что это придёт и к генерализованному тревожному расстройству, и к ОКР, и к депрессии, и к суициду порой даже. Поэтому очень важен этап, когда такой человек уже размозжился о ситуацию и пришёл ко мне вот такой вот, это сложнее. Потому что приходится сначала собирать то, что разлетелось, а потом заново запускать только уже в другую сторону. Поэтому здесь очень удобно на эту ракету, как бы на неё сесть и показать человеку, как эта ракета управляется. Пятый диплом. Ну, это всё туда. Поэтому тут нету... Вот давайте подумаем. 2 плюс 4 сможете сделать? Сейчас сможете в голове сделать 2 плюс 4. Что первично, что вторично? Давайте подумаем. Что первично, что вторично? Верно. Четвёртое первично, второе вторично. Вот вам классика жанра. Мотивация внутренняя переходит в поведенческую стратегию в работе. И в обстоятельствах там у вас получается 2 пласта. Первый пласт – это то, поверхность, где на работе пошла как раз та самая стена. Поняли, да? Например, начальница, дура. Ну, как вы говорите, которая не дала вам или вас подставили. Или украли деньги, а на вас списали. Или там ещё что-то. Но за этим вторым стоит 4. Поэтому вот вам классика жанра. Давайте пишем дальше. Что ещё и куда надо смотреть? Личная жизнь, работа, зависимость от кого-либо, желание перегнать, доказать. Наверное, это можно здесь и в личной жизни, и в работе. Но я бы хотел это выделить для вас отдельно. Это я бы так написал. Правда, которую мы себе не можем разрешить. Сейчас все удивятся. Это ещё один пласт. А, кстати, люди 6-й сезон продолжают оплачивать. А мы что, не поменялись? Стоимость должна измениться. Антон провафлил ситуацию. Понятно. И люди продолжают оплачивать за 4 тысячи. Ну, молодцы. А, изменили уже 5. Всё, молодец. Очень часто в моём кабинете за последние 9 лет, ну, с 11-го года, но я уже там обобщаю, ко мне приходили парни, большинство парней, девчонки меньше. Парни чаще есть у меня. А давайте ещё так. Вот здесь ещё, вот так скажем. Вот так, например. Когда генерализованное, тревожное состояние возникало у девочки или у мальчика, который на самом деле понимал, что его половые, скажем так, сексуальные желания, они нестандартны. Давайте так корректно скажем. И очень часто причиной... То есть, можете представить, что я сейчас приду на форум и скажу, что причиной ВСД может быть ваш гомосексуализм. Можете представить, что со мной там сделают? Вот так, если бы я... Вот представьте себе на секундочку. Не знающим меня. Представили? И вы на первом этапе вашей терапии. Представили все? А теперь представьте себе, что я прихожу вам и говорю, причиной твоего ВСД может быть то, что ты не можешь себе признаться, что ты гей. Можете представить, что вы со мной сделаете и куда вы меня пошлёте? А я вам сейчас рассказываю из кабинета психотерапевта, как по правде это происходит. А по правде это часто происходит так, где парень чувствует в себе бисексуальные тенденции. Где девушка чувствует в себе гомосексуальную тенденцию. Где человек имеет вирус иммунодефицита. Но он не может ни себе, ни окружающим в этом признаться. Себе-то может быть и да. Но... А сейчас не об этом, Саша. Но вот окружающим нет. И в моём кабинете частенько, и в скайпе в том числе, я не могу сказать, что это прям первое на... Всё-таки, наверное, я расположил в хронологию-то бессознательно верно. Личная жизнь, работа, да? Аж бы антиген, да, Саша, привет. А, ты наконец-то включил трансляцию. А что там у тебя было-то, кстати? Ты как включился-то? У тебя же там что-то не включалось. Или аж бы антиген. Но давайте не будем сейчас об этом. Вот вам кейс. Перепутал, понятно. Так. Смотрите. И вот здесь возникает часто в терапии такая штука, что парень начинает понимать, что его вегетососудистое проявление... Внимание! Только не надо сейчас загоняться, что если у вас ВСД, то вы гей. Надеюсь, что ни у кого вот это сейчас в голову не придёт, иначе это будет полный ахунг сейчас. Я надеюсь, что вы сейчас правильно поймёте, что я просто случаи перечисляю. Потому что если вы сейчас скажете, у меня вегетатик, а может, я гей? Не надо вот так сейчас думать, хорошо? Я просто вам перечисляю случай, что, например, может быть такая ситуация, где парень испытывает влечение к мужчинам. Или девушка к девушкам, или парень испытывает бисексуальное влечение. Но он настолько стыдится этого сам, что у него вот эта эмоция стыда и собственные якобы неполноценности пропитывает так его... Смотрите, на тему половой ориентации все замолчали в чате, какие молодцы. Да? Это так его пропитывает, что он просто... Ну... Испытывает генерализованное тревожное расстройство и пытается лечить ВСД. Но когда он до меня доходит, меня же не проведёшь на тему ВСД, полечите меня. И мы спустя какое-то время переходим к его личным вот этим пластам. И часто вы... Ну... Бывает... Давайте так. Бывает, когда действительно за всей этой напряжённостью стоит невозможность принять себя. Правду, которую мы не можем себе разрешить. Сюда же, бонусом, пишем большими буквами секс, который я не могу себе разрешить. Но на самом деле это туда же, геем и лесбиянка, вообще к ЛГБТ тусовке. Но, например, вы подавляете в себе ту, те желания и так далее, которые вы... Какой вы настоящий. Как вы хотите, что вы хотите и как. Сюда же можно подтянуть первую часть. Как сюда первую часть подтянуть? Подумайте. Подумали? Первая часть подтягивается, где вы понимаете, что в ваших отношениях вам секс важен как человеку, но вы не хотите больше его. И вы встаёте, простите меня, раком. Измена – это плохо по убеждениям когнитивной терапии, а простите, трусы мокрые. Чё делать? Опа! Это очень частое явление в кабинете психотерапевта, за которым и стоит очень часто вегетососудистые проявления. И те упоротые женщины, которые всё ещё бегают по врачам, обманывать себя могут долго, пока климакс не начнётся. Ребят, всё на поверхности. Всё очень, очень на поверхности. пока что это всё. личная жизнь, правда, работа и ситуации там, решение, зависимость и опора на кого-либо. теперь смотрите, как выстраивается терапия. Для чего нам нужна гештальтерапия и когнитивная терапия. то, что я сейчас вам сказал, вообще никакого отношения к когнитивке не имеет. Надеюсь, все это, да, понимают? Вот всё, что я сейчас вам перечислил, вы когда-нибудь это читали в учебниках по когнитивной терапии? Мне просто интересно. гештальт полное, целое или законченное? Полное, целое или законченное? Если вам про перевод. Так, ну что, давайте, значит, смотрите. А теперь, каким образом когнитивная, ну тогда потом, завтра, в четверг. Как когнитивная терапия или гештальтерапия применяется во всей этой штуке, которую терапевт из его клиента осознал? Потому что, вот сейчас меня внимательно послушайте, давайте вернёмся ментально вот в это состояние правды. Давайте сейчас сядем спокойно возле телевизоров вдохнём глубоко, выдохнем и вернёмся в то состояние правды, в котором вы находились, когда меня слушали. Вот осознать правду вообще с точки зрения буддизма и с точки зрения науки на планете науки о себе как о личности достичь правды с собой, мне кажется, многие как бы спутали это с просветлением. Не поймите меня сейчас превратно, тибетские книги, читая всё-таки старые тибетские книги, мне всё больше кажется, что то, что многие назвали просветлением, не что-то такое мистическое с растворением под деревом, а в большей степени гармония именно с той правдой, какой ты, и с отвязыванием от привязанностей, и с отвязыванием от суждений. Не обязательно здесь говорить о буддизме, я в целом говорю о психологии. Буддизм это вообще не религия, если вы хотите, это немножечко смесь разных знаний. Так вот, вот то, что я читал в тибетских санскритах, очень похоже на то, что не отвлекайте, что я сейчас вам говорю, что многие люди просветления интерпретируют как что-то такое божественное, какое-то непонятное, но все больше работая с людьми и над собой в том числе, я понимаю, что это, вот, если вы с Далай-Ламой 14-м там, как бы на его лекциях посидите, книги почитаете, посмотрите его интервью, то вы увидите, что этот человек практически отвязан от суждений, оценки и привязанности, и абсолютно честный с собой, что он хочет, что он думает, это и есть то самое сознание, чистое, в поисках которого находятся все религии мира, и люди даже мира. Вы можете представить, люди всю жизнь тратят на то, чтобы достичь состояния ума, где вы отвязаны от оценки, от доказательств, вы принимаете себя таким, какой вы есть, вы не осуждаете себя, не осуждаете других, вы живете в рамках закона, вы приносите людям счастье, вы приносите людям пользу, вы никого не перегоняете, ни с кем не бодаетесь, вы просто идете красиво своей дорогой, подключая современные ресурсы. Барда Табол, ну, хорошая книга, можно почитать, но она такая, специфическая, поэтому тут надо понимать, что возможно просветлением назвали именно отвязывание от вот этого всего шлака и признание себя правдой. Чувствуете, о чем я? Какой я по-настоящему? Чего я хочу по-настоящему? Что мне нравится по-настоящему? Что я чувствую, откуда это идет? не читал ни одну коллегу литвака без понятия. Вот я думаю, что многие могли бы прийти к этому просветлению гораздо раньше, чем за всю жизнь. на мой взгляд, это ей счастье. Переходим к точке роста. Потому что счастливый человек это человек свободный. Это человек свободный прежде всего от тех вещей, которые я вам сегодня говорил. Человек свободный от оценочных суждений, от стратегии кого-то перегнать, свободный от зависимости. Помните, я рассказывал об этом? Схему все видели на сайте. Ну, вы же настолько примитивный человек, чтобы считать, то есть, отвязать себя от денег. как вы отвяжите себя от денег в этом мире, от людей, от оценочных суждений, ты свободен. Юль, ну, не настолько же примитивно-то. Ну, что же вы так примитивно-то понимаете все это? Хочу творю, хочу вытворяю. Ну, ребят, вам с таким развитием головы, ну, как бы тяжеловато будет это понимать. Мне кажется, я замудрил сейчас так глубоко, что половина семинара скажет, что это за пиздец. Но я попытаюсь потом перейти на что-то приземленное, а я хочу чуть-чуть сейчас, чуть дальше пойти для тех, кто хочет подальше. Потому что у меня есть ребята, которые не первый раз на сезоне, и им интересно узнать некоторые вещи не про ипохондрию с колоноскопом. Вот. Вот этот момент, он очень важный, да, где терапия именно свободы. Свобода это метафора. Потому что когда вы становитесь личностью и вы помните, мы сейчас говорили сегодня об этом, не опираетесь на костыли, вы уже свободны. Когда у вас нету страхов и прочих беспокойств, вы свободны. Когда у вас нету зависимости со словами «я не могу туда поехать, я не могу туда поехать или сделать, или сказать, потому что мама обидится, я не могу сказать, что я хочу апельсины, потому что обидится мама». Вы можете представить уровень деградации человеческого сознания в этот момент? «Я не могу так сделать, потому что кто-то подумает обо мне плохо». Вы можете представить уровень деградации в этот момент? «Я могу». Поэтому то, что в Тибете назвали просветлением, на мой личный взгляд, очень, очень похоже на то, что ты как раз от этого-то и освобождаешься. Потому что кто изучал тибетскую литературу, тот знает, что одним из самых главных и пагубных моментов это привязанности. Только там это рассматривается более широко. Знаете, один из уроков тибетских монахов? Когда монах начинает свой философский путь в поисках просветления, первый урок ему должны преподать его учителя. Я же не просто нарисовал вебинар точка роста, я рекомендую вам всем на него прийти, еще и в Москву приехать, слушайте внимательно. Секреты все рассказываю в общем. И первое, что первый шаг на пути к своему просветлению учителя пытаются показать важность отсутствия привязанности, потому что это держит тебя первыми клещами. И ты не сможешь достичь просветления, будучи привязан ментально, телесно и так далее. Ментально это и есть ваше убеждение и так далее. И монахов учат на одном из уроков искусств строить мандалу. С помощью специальных трубочек разноцветного песка монахи устраивают узор, вписанный в квадрат. Там специальные есть мандалы, каждая из них посвящена своему божеству или несколько божеств, неважно. Это очень-то кропотливый процесс, особенно если это монах делает один. Это тонкий цветной песочек, который скатывается путем того, что трубочка и по ней надо делать такие движения, вот такие, чтобы песочек сыпался. То есть вы в трубочку набираете песка, например, синего, но сам песочек не сыпется, он сыпется только тогда, когда вы делаете такое движение. То есть вот трубочка, там песок, там узкая дырочка, но песок будет сыпаться только если вы вот так будете о ней тереть, маленькой тоненькой струечкой. Это очень долгое занятие, монах его делает, может делать год, может делать два года. Один в своей келье на полу и когда узор закончен, приходит его учитель проверять этот узор. Он подходит к этому узору и спрашивает ученика, как тебе самому? Он естественно говорит, мне очень нравится, он говорит, сколько часов в день, каждый день на протяжении двух лет ты строил эту манду? он говорит, я каждый день по восемь часов делал эту манду. Он говорит, кому ты ее посвящаешь? Он говорит, ну посвящаю мне там тому-то, тому-то, там, или там, там, философии какой-то. Монах разворачивается, берет веник и моментально счищает эту манду просто двумя махами метлы. это первый урок тибетских монахов о том, что такое неврозы. Как бы вы не любили что-то и вам это не нравилось, вы должны быть готовы с этим проститься в любой момент. иначе путь к вашему, к вашей внутренней свободе закрыт навеки. Эта же философия стоит в истории православия, не зная насчет ислама. Я не силен в исламе, хотя много с мусульманами работаю, но знаю, что и там и там тема привязанностей очень сильно поднимается. Почему вам становится в церкви спокойно, когда вы плачете по усопшему и говорите с батюшкой? Батюшка вам говорит слова, которые на на которые вы опираетесь, чтобы отпустить. Помните эти слова? Не надо плакать, ему хорошо, он с Богом. Вот все эти фразы, они являются очень важными для психики человека, потому что опираясь на них, человек отвязывается от привязанности, и ему становится легче. Он говорит, я в церковь сходил, полегчало, потому что он отвязался ментально от привязанности, и он оперся, потому что мне сказал так священнослужитель. Это для него аргумент. Но в Тибете мы немножко, ну, они по-другому делают. Они стараются монахов заставлять самих думать. Понимаете? Потому что именно отсутствие привязанности, вот просто сейчас вот это первый шаг к просветлению с точки зрения тибетского буддизма, я подчеркиваю тибетского, потому что если вы в Таиланде увидите этот буддизм, честно, ничего кроме разочарования этот буддизм не вызвал. Я ездил по храму, печалька, так вот, к чему я? А что я сейчас сказал? Это первый шаг по поводу привязанности, потому что если вы сейчас окунетесь назад в свой невроз, когда он начинался и как он движется, вы просто за этим шлаком можете не разглядеть, что вы вообще во всем шлаке живете под названием привязанности. Вы привязаны эмоционально ко всему, что вас окружает. Сила привязанности будет определять силу вашей несвободы. сила привязанности определяет силу вашей несвободы. и один из аспектов терапии неврозов и буддийского и вот вообще интересно как тибетцы лечат неврозы, вам надо посмотреть на это это очень забавно. Они ваш руку берут так, пульс вас щупает, говорят, что нервничаешь-то? Ты говоришь, ну не знаю, да ладно, рассказывай, что нервничаешь, что не так-то? Да с женой не могу понять. Он говорит, а что с женой не так? Он говорит, ну я не знаю, люблю я её или нет. Он говорит, отпусти. Чё ты паришься? Всё равно все умрём. Очень забавная тема, как тибетцы ржут над неврозами людей из мира, мегаполиса особенно. Они называют это болезнью ветра. В тибетской медицине есть такое понятие болезни ветра. Вот болезни ветра это в переводе санскрита это как раз нервные беспокойства. Когда у человека в душе ветер. Потому что он очень вот так вот у него всё. Только не из-за симптоматики. Ветер это ВСД ваше. А из-за того, что у него нету спокойствия внутренних. Далай-Лама любит очень фразу спокойствие ума. Вот это спокойствие ума и есть отсутствие привязанности по первому пункту. Потому что если вы сейчас очень внимательно посмотрите на пять пунктов, которые написал выше, то вы поймёте, что они все пронизаны привязанностью. Привязанностью к вашим убеждениям. Кто как должен и кто как не должен. Я не смогу без него. Я не смогу без неё. ОКР, где вы проверяете ручки машины, это такая сильная привязанность к тому, что у вас угонят машину и вы будете лошары. Социофобия это такая привязанность по поводу того, что о вас подумают люди. Вам бы в Тибет посъездить там поговорить с интересными людьми, может ваша терапия-то и закончится. Слушайте, а может сходите со мной маханём в хромосалту? Не ходите со мной поехать? потоптать землю, а потом на Ольхон к Диане летом на этот самый, на Байкал. Ну, это так. Мысли вслух. Диан, я тебя узнал? Я же правильно сказал. Вот мне интересна моя интуиция. Я не знаю, кто такая Диана К. но я догадываюсь, кто это. Диана, а я узнал тебя или нет? Ну, да или нет? Ну, не затягивай. Отлично. Ура! Работает. Сахасрара. Там, тарарам. вот вам сила просветления, бля. Завтра кто-нибудь скажет, Красиков назвал себя просветленным. Дайте ему галоперидоз с аминозином. Да, не знаю, я хочу на Байкал слетать, Просто если полечу в составе невротиков, мне кажется, я их там утоплю, блядь, на этом Байкале, если честно. Если я 15 человек с собой возьму, мне кажется, я вас там и оставлю всех. Потому что вместо того, чтобы ходить заниматься своим делом внутренним, я буду рассказывать вам, не умрете ли вы от панических атак на озере Байкал и как далека медицина, блядь. Поэтому опасная тема. Надо брать тех, кто уже по-другому немножечко живет. Потому что если ты Марченко с собой возьмешь, то тебе мозг весь сожрет, блядь. Вместо того, чтобы ты медитировал где-нибудь под деревом. Она же заебет, понимаете? Поэтому тут надо быть очень аккуратным с контингентом. Надо же об этот контингент был уже ближе к земле, скажем так. Ну и так, мысли вслух. Зато стоять на 15 невротиков меньше, 100%. Я когда летел в Турцию отдыхать летом, Таня говорит, слушай, только бы тебя не узнали в отеле. Я поворачиваюсь к ней, говорит, если меня узнают, я утоплю кого-нибудь в бассейне. просто. Но узнали все равно. Хорошо, что ненадолго они улетали. Мы смотрим ваши ролики. Спасибо. Пока. Ну что, вот вернемся к силе привязанности и закончим на этом. Мне кажется, сегодняшнее занятие, я очень люблю импровизацию, вы это знаете. и я хотел строить занятия по-другому. Я не думал, что из меня попрет столько внутреннего какого-то момента для вас. Я хотел сказать о сферах, но в какой-то момент кто-то задал какие-то вопросы, где я захотел сказать честно. Кто это была? А, это была девушка, которую звали Катя. И она задала вопрос сегодня по поводу а надо ли всегда принимать радикальные решения. Помните этот вопрос? И именно с этого вопроса я как-то внутри почувствовал, что я хочу рассказать вам честно немножечко дальше. Я надеюсь, что те ребята, кто уже не так упор от темы своего здоровья и понимают, что это лишь последствия и никаких проблем там нет здоровьем, а надо смотреть в причины, меня сегодня очень глубоко услышали. Те ребята, кто будут смотреть этот ролик в записи, скорее всего могут подумать, что я болен на всю голову. И вообще какое-то отношение имеет к экстрасистовам. Я прекрасно понимаю, что таких людей скорее всего будет немало. Кто-то будет ждать кейса про ипохондрию все еще. Может быть, со второго раза, пересмотрев этот ролик, они поймут какие-то вещи, но я не ставлю себе задачу такую. Моя задача заходить в голову тому, кто готов. С точки зрения тибетской культуры, знаете, как они говорят интересно, они говорят, делай свое дело, когда твой клиент будет ментально готов, он тебя услышит. Вот я и делаю свое дело, и когда кто-то будет ментально готов, он меня услышит. Бывает так, что они меня хейтят, 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 а потом, когда они ментально созревают, у них сразу по-другому становится все в голове. Или ты можешь рассказывать человеку одно и то же долго, но он не готов, он готов попозже. Учитесь быть честными с собой. Ментально означает термин сознательно или внутренне, духовно. Вот так. Поэтому давайте посмотрим еще раз на эти пункты и вспомним тему привязанности. Сила привязанности определяет силу вашей несвободы. Подумайте на этой неделе до четверга вот прям все, к чему вы привязаны. Я хотел сегодня сделать занятие по когнитинотерапии, именно по было бы лучше, но я понимаю, на-на-на. Мы это сделаем, обещаю, на следующем занятии. Но я убежден, что сегодняшний, просто если меня попросят повторить то же самое слово в слово, я это не повторю, понимаете? Поэтому этот ролик можно сказать бесценный в этом плане. Есть ребята, которые тараторят одно и то же, знаете, вот как вот книгу читают, но у них просто слайды есть, они просто слайды комментируют. Первый слайд комментируют, второй слайд комментируют, третий слайд комментируют, четвертый слайд комментирую. И я немножечко работаю все-таки с другой плоскостью с людьми, да? И эти мысли, которые сегодня были, они точно так же не повторятся никогда. Поэтому я вам рекомендую вот это подумать над этим. Я вам сегодня очень честно показал, что происходит внутри людей, которые обращаются ко мне за помощью. Как вам? Даже муха прилетела. Может, божество какое. Ну, а если честно, это можно назвать эксклюзивом. Маленький секрет, почему я не читаю книги. Хотите? Очень редко читаю. И то читаю очень немного, потом просто скучно становится. Все знания есть внутри вас. Все знания есть внутри вас. Просто надо научиться их слышать. Давайте я вот так скажу. Все ответы есть внутри вас. Надо просто иметь к ним доступ. А доступ можно тренировать посредством развития определенного мышления. Серьезно? А Никола Тесла как сказал? Слушайте, я уже сталкиваюсь с таким количеством совпадений. А как сказал Никола Тесла? Можете процитировать? Я не знаю просто. Прикольно. Ну, именно поэтому я не читаю книги. И если со мной согласен такой гений, как Никола Тесла, то, наверное, это дает мне право говорить то, о чем я говорю в этом смысле. Поэтому секрет, откуда я беру столько энергии, очень простой. Ну, давайте об этом чуть-чуть, да? Когда человек тратит энергию и впадает в перегорание, это означает, что он не может получать энергию обратно. Энергия всегда это циркуляция. Кому сейчас это не интересно, давайте попрощаемся, потому что сейчас начнется странная вещь. Энергия человеческая, она имеет свой ресурс и она всегда расходуется на что-то и откуда-то берется. Вот, это не калории, которые вы съедаете, вы же калориями, вы... Давайте поймем сначала, что такое энергия, окей? Ребят, кому не интересно, спасибо всем большое, до встречи. Кому интересно, оставайтесь чуть дальше. Смотрите, надо понимать, что есть два вида энергии. Спасибо большое, Булат. Энергия в виде килокалорий это то, что вы получаете из сахаров органических. А есть энергия из истории ментального состояния. Сейчас я попробую объяснить. Когда человек находится в эмоциональном истощении или профессиональном выгорании, это говорит о том, что он тратит свою ментальную энергию неправильно. Она у него не настроена на уровне... Возьмем Вадима Вадимовича Путина. Огромное количество дел, огромное количество ответственности, огромное количество проблемы внимания полон энергии. И некоторые не очень далекие люди думают, что у него таблетки есть какие-то странные. он просто знает то, о чем я вам говорю. Когда вы... Блин, мне сложно это словами объяснить. Я слова подбираю. Вы перегораете тогда, когда вы тратите психическую энергию либо не туда, либо вы ее тратите и не туда. И она у вас не докомпенсируется тем, какой вы на самом деле человек. Блин, это очень сложно вам объяснить. Я, может быть, подумаю, как вам это объяснить. И, может быть, мы отдельное занятие этому посвятим. давайте по-другому я поясню. Может быть, на примере Вадима Вадимовича получится приблизительно понять, что это такое. Кто кайфует от того, что он делает? Вот, мне кажется, я нащупал то, как можно вам это объяснить. Кто кайфует от того, что он делает по жизни? Кто кайфует? Отлично. А теперь запоминайте основное правило. Вот я его нашел. Все. Вот оно. Энергию получать можно без границ только тогда, когда вы как только тогда, когда вы свободно свободный человек как личность. Помните слово точка роста или просветления как хотите. Видели Дайлай-ламу сколько ему лет? Секрет. Вы можете быть энергичным стариком или человеком, только будучи честным с самим собой. Как только вы начинаете грязнуть в зависти, в ложе, в амбициях вы начинаете сливать энергию и впадаете в перегорание. я когда слышу от своих коллег, что они перегорают от большого количества людей, и мне хочется посмеяться. Я работаю с очень сложными людьми по 10 человек в день. Бывают такие дни очные по скайпу. Я что, из другого теста сделал что-то какого-то? когда вы получаете, когда вы занимаетесь своим делом и вы свободны и честны сам собой привязанности, внутренние какие-то вот эти все штуки, которые мы сегодня говорили, чем чище это, тем больше вас энергии. Я попытался, это очень сложно объяснить, я попытаюсь это сформулировать может быть на тренинге более подумаю как это сформулировать, но чуть-чуть понимаете, что ваша внутренняя ментальная энергия она будет прямо пропорциональна тому насколько вы честны с собой. Ну давайте по-другому. Вы тратите огромное количество ресурса на подавление самого себя. Вы тратите огромное количество ресурса на две эмоции. Кто догадается на какие? На какие две эмоции тратится больше всего вашего ресурса? Верно. Маша, на какие две эмоции тратится больше всего энергетического ресурса? Еще? на гнев и страх тратится огромное количество ресурса вашего энергетического. А теперь представьте себе нашего клиента какой он энергетический. Почему вам становится потихонечку лучше когда вы справляетесь с каждым этапом сначала страха энергетического а потом начинаете работать с остальными вещами которые создают у вас гнев на самого себя потому что вы не свободны. На самом деле весь гнев локализован внутри вас. Вы когда злитесь на человека который вам наступил на ногу знаете на самом деле с точки зрения тибетской культуры на кого вы злитесь? Ходите прикол? Вы злитесь на себя потому что у вас нет ресурса не злиться. Это многие сейчас не поймут. Вы если немножечко будете шагать вы увидите что вы всегда к себе обращаетесь в гневе. Хотя вам кажется что он не такой но на самом деле когда вам кажется что он не такой вы злитесь потому что вы не смогли не отреагировать. А когда вы можете масштаб вашей личности будет определяться той ситуацией которая может вас зацепить. Помните эти слова? Это все оттуда. Вот вы на себя злитесь что вы не смогли сказать нет. Помните например вашу ситуацию я злюсь на себя что я должен был сказать я не сказал у вас крутится это крутится и крутится вы очень часто злитесь именно на себя гнев и страх это две два шланга которые просто высасывают вас полностью поэтому чтобы не иметь моральных и всяких перегораний вам придется очень глубокую ментальную работу над собой провести вот вот Вадим 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 Путин тому пример да вы злитесь на себя потому что такую ситуацию мелочную восприняли как-то важно верно очень похоже на это то есть это вибрация внутренняя потому что опять же с точки зрения тибетской культуры каждое сознание стремится к счастью и стремится к некой гармонии внутри именно отвязанности но у этого сознания много вот этих вот затыков привязанностей и вы часто злитесь на то что у вас не хватает сил у вас не хватает смелости у вас не хватает сил побороть ваше внутреннее эго там и так далее то есть очень часто именно злость обратима именно внутрь вас самих давайте об этом не будем давайте закончим спасибо вам большое я не знаю буду ли я выкладывать это видео отсутствие привязанности не порождает отсутствие целей я похож на человека у которого нету целей мне просто интересно у меня знаешь сколько целей если тебе сейчас доску покажу то охрене сколько у меня целей но завтра в нашей стране могут запретить психотерапию сейчас мне могут позвонить сказать что все мои родственники умерли завтра мне могут позвонить и сказать что там что-то там не работает больше все ну и что будем заниматься чем-то дальше будут двигать дальше свою задачу в этом мире мне в любой момент могут позвонить сказать что кто-то умер что разве это не правда правда это не история про поставьте другую щеку это немножечко другое но мы об этом еще поговорим спасибо вам всем большое до четверга попробуйте до четверга пощупать историю именно привязанности к собственному мышлению поняли это будет интересно или привязанности к людям проработайте вот эту пятерку нашу именно вот эту пятерку да проработайте наш слайд образование упражнения вот этот алгоритм потом вот эту пятерку которую мы говорили личная жизнь пять правд личная жизнь правда правда по работе правда зависимости от кого либо правда желание перегнать кого либо правда которую мы себе не можем разрешить спасибо вам большое я надеюсь вам сегодня понравилось это было интересно на самом деле очень откровенно доброй ночи до свидания я не я не я Продолжение следует...